Мероприятие, посвященное Microsoft Azure, которое организовано компанией MOOC International. Так что вы сегодня услышите новые вещи, надеюсь, новые вещи про Azure. В любом случае, это фундаментальные вещи, которые желательно знать, понимать, уметь и тому подобное. Задача данного семинара не сколько научить вас техническим особенностям, сколько показать, какие нюансы в Azure есть, которые вы должны знать. Или если мы говорим о компаниях или сотрудниках, которые работают с другими компаниями при технических продажах или при поддержке и тому подобное, это как раз вот та тема. Ну и напомню, что я, Игорь Шаститко, я являюсь Microsoft MVP. Также я занимаю позицию, спасибо MOOC за приглашение, но сейчас, в настоящий момент, я работаю и живу в Дубае. Я являюсь сеньором-менеджером по Azure Cloud Operations в компании TESOLAT. В любом случае, вы меня можете найти на LinkedIn. Здесь вот есть линк. Можете посмотреть в записи этот семинар, в том числе и на моем ютубовском канале. Тут линк будет внизу. Дальше все время идти. Я уже не буду подробно представляться, потому что нам предстоит 2 часа. Но в прошлый раз получилось 4 часа. Я в этот раз существенно уменьшил количество материала. Надеюсь, что получится уложиться такие в 2 часа, хотя бы в 3. В любом случае, еще хочу напомнить про небольшой социальный эксперимент, который я пытаюсь провести на канале, еще пока никто не согласился. Поскольку меня просят сделать некий такой вот, что нужно знать, что нужно уметь, чтобы быть специалистом, инженером по Azure. Мы не говорим про разработку. Мы говорим именно инженер, инженер поддержки и так далее. Я пытаюсь провести с желающими так называемое публичное интервью. То есть это значит, что интервью будет записано, ваши ответы, ну, можно анонимно, можно неанонимно, будут сохранены с разбором полетов и так далее. Если вам интересно, опять же, пишите на LinkedIn или на email. Договоримся. Проведем такое интервью. В любом случае, еще раз, если вы соберетесь сдавать экзамены, Azure AZ-900 и Microsoft сертификационные, все вещи, о которых я буду рассказывать, они все есть в виде вопроса на экзамене. Ну, кроме некоторых исключений, которые я уже добавил для, так сказать, своего личного интереса и более глубокого подачи материала для вас тоже. Ну, и еще раз напомню, что это все организовано MOOC Distribution. Обращайтесь в компанию, еще будут здесь вставки с email, прямым email, как вы можете связаться с компанией MOOC. Также напомню, что тема семинара сегодняшнего, темы, да, во-первых, мы поговорим про безопасность в ажуре, что такое в ажуре защита учетных записей, как это работает и тому подобное, что такое политики безопасности, поговорим про средства защиты данных, шифрование, про сетевую безопасность вскользь, потому что это отдельная большая тема уже следующего экзамена и следующего целого курса, да, потому что про сетевую безопасность можно и 10 дней рассказывать, и не рассказать. Поговорим про, что такое Microsoft считается безопасной конфигурацией виртуальных машин, где, что и как, Azure Security Center, Azure Sentinel и Best Practices для локальных и ажуровских средств, то есть каким образом используют средства ажуровской безопасности, можно все это оформить и защитить. Про защиту от сбоев, когда спрашивали, опять же, мы еще раз коснемся Azure Backup и Azure Site Recovery, мы про них говорили уже еще вскользь, но с другой стороны мы поговорим про георепликацию данных и георепликацию служб, потому что это действительно важная тема в рамках той же безопасности и тому подобное, как архитектурные решения могут влиять и какие архитектурные решения Microsoft видит в этом деле. Также поговорим, опять же, никакая безопасность не может существовать без того, что называется мониторингом, то есть мы поговорим про Azure Monitoring и диагностику, поговорим про базовые уведомления, про Azure Automation, про Azure Virtual Machines и Applications Insights, про Azure Log Analytics, но это моя личная вставка, поскольку в реальной работе мы активно используем именно API, а не прямую работу с порталом для того, чтобы автоматизировать мониторинг, для того, чтобы автоматизировать процессы. Ну и еще раз напомню, что вопросы задавайте в чате, девушки из MOOC будут мне транслировать, и просьба не включать микрофоны, дабы не создавать шум и фон. Про аутентификацию. Основой аутентификации всех пользователей является то, что называется Azure Active Directory. Не стоит путать ее с обыкновенным Active Directory, это абсолютно другая служба с другими принципами работы, с другой аутентификацией, вообще всем другим. Единственное, что Microsoft, дабы, так сказать, не терять марку, я оставил название Azure Active Directory. В любом случае, если мы говорим о настоящих Active Directory в Azure, следует понимать, что вам либо нужно будет копировать виртуальные машины в Azure в виде контроллеров домена, либо же иметь там контроллер домена, либо же использовать то, что называется Azure AD Domain Services. Это вот когда Azure эмулирует вам контроллер домена с некоторыми ограничениями и натяжками, но в любом случае вы получаете именно эмулятор контроллера домена. А Azure Active Directory это как раз служба аутентификации всех, кто подключается непосредственно к порталу. То есть, если мы говорим о том, что вам нужно зайти на портал Azure, вам нужно будет иметь соответствующую Active Directory. Когда вы создаете даже бесплатный аккаунт, вам там позади аккаунта создается дефолтный домен Azure Active Directory для того, чтобы все ваши учетные записи там хранились. То есть, разработчики, администраторы и так далее и тому подобное все работают с Azure Active Directory. Второй момент. Azure Active Directory внутри используется самой Azure как службами. И эти службы работают либо со своими же учетными записями, сервисными аккаунтами, либо через регистрацию приложений. Мы про них поговорим. Но внутри Azure обращение к сервисам друг к другу также строится на основе той же Azure Active Directory и зарегистрированных там учетных записей. Еще один момент. Это все, что касается вслед других служб Microsoft облачных. Да, это Office 365, это Microsoft 365, это Dynamics Online или как он там сейчас называется. Все они также работают с Azure Active Directory. Для того, чтобы понимать, что нам нужно, нам нужно с точки зрения Azure Active Directory, в данном случае в разрезе безопасности, понимать пять основных вещей. Что в Azure Active Directory есть Conditional Access, что в Azure Active Directory есть Identity Protection, Privilege Identity Management и две вещи, которые касаются непосредственно аутентификации. Это мультифакторная аутентификация, MFA. И вторая часть это так называемый authentication метод selector, позволяющий нам переключать, каким же образом в действительности можно работать. Напомню, что Azure AD может работать без каких-либо паролей и тому подобное. Мы про это сейчас поговорим. С точки зрения security, да, еще раз я уже сказал, что это кондишены, access и тому подобное. Все они здесь присутствуют, все содержат соответствующие ссылочки. Если вы не знаете, что это такое, лучше не трогайте, не включайте, потому что иногда в Azure есть такие вещи, где вроде включил read-only, я про это тоже скажу, и выключил половину Azure, уже проходили эти моменты, поэтому, пожалуйста, почитайте документацию перед тем, как все это дело использовать. Что такое conditional access? Да, conditional access это, собственно говоря, политика проверки и принятие решения о том, пускать или не пускать пользователя. То есть мы можем выбрать конкретного пользователя и сказать, что вот эти вот пользователи имеют право входить или не входить, попадая под эту политику. Да, то есть как бы при этом этот пользователь должен быть с определенного IP-адреса, так называемого, да, доверенного trusted IP или с какого-то конкретного IP-адреса. Мы можем спросить, какое устройство будет использоваться, вот вы, собственно говоря, видите все эти кондишены, какие устройства будут использоваться, какие приложения будут использоваться. То есть мы можем сказать, ребята, окей, этот аккаунт работает только с Office 365. С любого приложения Office 365 окей будет работать. Попытка войти напрямую в портал, извините, до свидания, ничего не происходит, все спасибо, все свободны. Также мы можем указать, какие риски при логине будут рассматриваться. То есть у Azure Active Directory мы на следующем слайде или в следующей части поговорим о том, что такое Identity Protection. У Azure Active Directory есть механизм определения рисков в реальном времени или вычисленные так называемые риски, которые соответствуют тому, что вот юзер сам по себе выглядит подозрительно, его учетная запись и так далее и тому подобное. Вот эти вот все моменты мы можем собрать вместе, в плюс Device State, плюс Microsoft Cloud Application Security и сказать, если все условия удовлетворены или совпали, заблокировать доступ или разрешить доступ. Это одна из основополагающих вещей в Active Directory, которую, ну вообще все должны использовать. Никто ее не использует, честно говоря, но все должны использовать, если мы говорим о защите безопасности данных, о защите того же Azure и тому подобное. Например, для всех клиентов, которые работают с нами, это обязательное условие, если они отказываются включать Conditional Access у себя, мы говорим, ребята, извините, мы вас обслуживать не можем. Вот так вот все просто. Или подписывайте, что все дырки в безопасности, вы несете ответственность за свой счет, никаких вопросов и претензий потом к вопросам безопасности не предъявляются. Далее. Разрешить доступ. Разрешить доступ тоже можно по-разному. Можно просто впустить, а можно сказать, подожди, а ну-ка включи еще MFA и проверь этого юзера через MFA. То есть смотрите, например, чтобы человек не мучился и работал нормально с почтой, мы можем ему сказать для Conditional Access, что с почтой у него все хорошо при входе на почту. Одна политика, а при входе на портал, например, Ажуровский, другая политика. При входе на почту он работает без MFA, чтобы человек не заморачивался. А при входе на портал, для того, чтобы выполнять какие-то административные работы, мы можем сказать, о, отлично, теперь ты можешь войти, да. С вот этим вот. Мы можем требовать различные политики. Например, сказать, слушай, ты входишь, но этот тикет ты получаешь на 1 час. Знаете, вот если обращали внимание, вы зашли один раз и потом целый день работаете. Почему? Потому что тикет дается на 8 часов, он вас не переспрашивает. Если вы используете Conditional Access, каждый час он будет, или сколько мы захотим, при разрешении входа переспрашивать и запрашивать новые тикеты и подтверждения входа, чтобы вы не расслаблялись. Я думаю, это понятно. Еще одна часть Azure Active Directory, которая, как я уже говорил, является критической, это Identity Protection. Задача Identity Protection или защиты идентификации является момент, связанный с входом пользователя и обнаружением, что этот пользователь странный. Знаете, бывает, ты смотришь на человека и понимаешь, что он странный. Вот так и здесь. Azure смотрит на какую-то попытку входа и, соответственно, понимает, что этот человек входит по-разному. То есть анализ может быть произведен уже на уровне содержимой учетной записи, которая существует сейчас. Например, возможность ее утечки. Azure сравнивает учетные записи, которые есть, и учетные записи в различных базах. Microsoft покупает или, скажем так, подключается к таким возможным базам с утечками, где можно проверить, действительно ли присутствует та или иная учетная запись пользователей в общих списках взломанных паролей. Такое тоже работает. Но в любом случае, например, Azure Identity Protection проверяет необычный вход. То есть я нахожусь здесь, через минуту я вхожу в Дубай, я вхожу из домашнего компьютера в Брачеславе. Что произойдет? Identity Protection обнаружит, что это странный, скажем так, заход. Таким же образом, анонимные IP-адреса, входы с анонимных IP-адресов, с различных VPN-ов и прочего, прочего, прочего будут рассматриваться как подозрительные. Опять же, вход другого совершенно устройства, с другими какими-то параметрами, с других приложений и тому подобное. Это тоже, скажем так, я захожу всегда с домашнего компьютера, с Windows, с установленным офисом, тут же с другого IP, я, ну не тут же, а там через час, например, с другого IP захожу с Linux, с какого-то странного почтовика или вообще в онлайне. Совершенно другая картина входа. Это тоже, опять же, проверка сопоставления существующих данных и несуществующих данных. Опять же, подозрительные IP-адреса, как есть, не анонимные, а подозрительные. То есть, все эти боты, неты и прочее, прочее, отслеживаются системами безопасности Microsoft, не с точки зрения там уничтожения, но хотя бы с точки зрения присутствующих IP, на каких IP по миру идет подозрительная активность. И если в этот же момент будет идти подозрительная активность, в том числе и на вашу identity, будет считаться, что, скорее всего, либо вас поломали, имеется в виду ваш компьютер, и используют его как зомби, либо же в реальности происходит что-то, связанное со взломом ваших данных. Утечка учетных записей, я уже говорил, распыление пароля, то есть, это возможности, обнаружение многочисленных заходов одного и того же пользователя с разными паролями, brute force, или наоборот, разных пользователей с одним и тем же паролем, и прочее, прочее, прочее. Ну и угрозы Azure Active Directory как таковых, внутренние шаблоны проверки безопасности, это все тоже identity protection. Еще одна часть, которая касается безопасности Active Directory, это то, что называется authentication method selector, который позволяет нам переключаться, переключаться между различными режимами аутентификации и вместо базового пароля использовать какие-либо другие средства сравнения, то есть, например, Fido 2 поддерживается сейчас с физическим ключом, поддерживается, понятно, Windows Hello, поддерживается Windows аутентификатор, приложение и тому подобное. Что вы хотите включить для каждого пользователя, как это будет работать для каждого пользователя, и тому подобное, вы выбираете, опять же, в необходимых методах. Плюс у Azure есть отличная штука, которая позволяет вам конфигурировать аутентификейшн методы как таковые. Что имеется в виду? Имеется в виду то, что, например, если у меня пароль, то для пароля, как вы видите, я могу установить те же вещи, которые связаны с обыкновенным Windows системой. Lockdown, количество попыток, опять же, можно, эта система будет проверять слабые пароли на основании общих словарей, вы можете создать собственный словарь, вы можете, если у вас подключены Azure Active Directory Windows Server в режиме синхронизации, репликации, вы можете проверять также и на уровне Windows сервера, для того, чтобы ваши пользователи совсем не расслаблялись, ну и выполнять это в режиме аудита или принудительно, то есть юзер не сможет поменять пароли. И последняя часть, которая на самом-то деле самая-самая большая, это Privileges Identity Management, так называемый PIM. Его идея состоит в том, что для каждой роли вы можете создать отдельные требования, что имеется ввиду под отдельными требованиями, то есть если человек является глобальным администратором, вот помните эти 8 часов, вот здесь вот, вы можете сказать, окей, для глобальных администраторов теперь вход каждый час, через час должны быть установлены, да, то есть как бы требуется тикет на внутренней системе безопасности для того, чтобы понимать, требуется обязательное MFA, когда юзер хотя бы первый раз входит, требуется Approval для активации записи и тому подобное, то есть и можно опять же включить Approvals, то есть кто-то, кто будет являться человеком, подтверждающим логин, то есть в любой момент, когда кто-то из организации, участник той или иной группы администраторов пытается войти в ажур или в группу на самом-то деле, да, система автоматически будет выбирать, можно или нельзя настраивать токен таким образом, который есть, отправлять кучу различных алертов, требовать обязательные MFA, менять время жизни токена на указанное и тому подобное, то есть таким образом вы вообще можете зажать, скажем так, администраторов до полного посинения, им не захочется заходить в ажур вообще, а только для каких-то кратких выполнений операций, ну и в общем-то перед тем, как продолжить вопрос, как говорится, если есть вопросы, если нет, я перейду непосредственно к демонстрации, я уже обещал, что я буду двигаться достаточно быстро, я стараюсь это делать, но сейчас посмотрим, сколько займет демонстрация, презентация и так далее. Пишите вопросы, кто-то пишет или никто не пишет, наверное, никто не пишет, ну что ж, раз никто не пишет и это хорошо, значит, давайте продолжим и продолжим мы с демо, демо у нас будет достаточно, скажем так, простое, я вот только думаю, где мое демо, нет, это не оно, это снова не оно, а где же, вот оно, вот оно демо, и так, мфа и доменный вход на ПК, платите Майкрософту деньги, у мфа есть локальный сервер, я про них раньше рассказывал уже, не буду повторяться, но в любом случае, мфа он премис есть, вы устанавливаете софтинушку, которая будет проверять ваши локальные входы и отправлять это все на Azure Active Directory, дам такие вот дела, примеры MS удалился, не, это мои примеры, причем здесь, так, Custom Control, в Custom Control, опять же, это не тема семинара, то есть, но в Conditional Access можно сделать Custom Control через API, что я хотел, Azure Active Directory, Azure Active Directory, Active Directory, итак, Azure Active Directory, это моя, как я уже говорил, дефолтная, которая создается при каждой регистрации, когда вы создаете свою подписку, здесь у нас, а что ты так медленно-то работаешь, ладно, вот, собственно говоря, Security, часть Azure Active Directory, то, о чем я тут рассказывал многочисленно, нас интересует, на самом деле, вот эта вот часть, что мы здесь имеем, обратите внимание, здесь, опять же, Conditional Access, который вы можете сделать, вот вам Custom Control, Controls, но они сейчас не работают, потому что у вас должна быть подписка, подписка P2, Premium 2, потому что только с ними работает condition, P1 и P2, но модернизированный P2 будет работать здесь, окей, то есть я не могу, опять же, у меня нет Azure Active Directory, Premium, я не могу менять какие-то политики и тому подобное, но мы сейчас к этому вернемся, вот сюда, вот здесь вот я могу менять все, что я хочу, кто хотел увидеть, Control, пишите, то есть какие вам операции, что нужно, какой клейм требуется и так далее, то есть документация и погнали. Опять же, это не тема дни 900-го экзамена, не сегодняшнего семинара, вот я ту полиси, которые я показывал, можно сейчас пройтись, посмотреть и выбрать каких-либо пользователей, сконфигурировать этих пользователей, например, политика распространяется для всех пользователей, user, не будем, ладно, all users, далее, политика для всех cloud application или требуемых cloud application, либо бы по операциям, связанным с клиентом, не рассматриваем. Condition, вот наши condition, и случай, если политика применяется, если система определила риски, помните, я говорил, как high, политика, 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 политика применяется при user логине, как high или medium, платформа, не будем платформу, но в любом случае, например, с девайсов Android и iOS, всем остальным мы верим, локейшны, да, только trusted локейшенов, клиентские приложения, какие приложения будут рассматриваться, будет рассматриваться только браузер, то есть, таким образом у нас должно быть учитываться вот эти вот вещи, и последнее, что касается работы, вы должны, собственно говоря, определить, гарантируем мы вход или не гарантируем, и в каким образом мы гарантируем, мы потребуем мультифакторную идентификацию у пользователя, мы потребуем approval client application, чтобы у него был, ну, пусть не расслабляется, да, и потребуем, чтобы эта сессия была блок download, например, sign-in frequency, поставим час, таким вот образом я могу таким вот образом я могу издеваться над пользователями, но на самом деле не издеваться, а использовать эту политику, не забудьте ее только включить, таким вот образом она будет работать, это один из моментов, а следующий момент, который касается, собственно говоря, безопасности, как я уже рассказывал, это identity protection, вот вы видите, что происходит вообще, и те или иные политики, каким образом вы будете реагировать на политику, например, identity protection, если риск у юзера low или above, запретить ему вход, например, там, таким же образом sign-in risk, запретить ему вход, требование включения MFA, как вы видите, оно включено, ну, и дальше можно посмотреть, что происходило с юзерами. Далее, что у нас еще было, да, у нас еще было named location, и это позволяет вам добавлять те самые location, которые будут считаться доверенными и безопасными, а authenticated policy, вот она, обратите внимание, можно включить те или иные authentication policy, включить их, например, для особо одаренных пользователей или наоборот, особо приближенных пользователей, где можно потребовать дополнительные различные уровни в зависимости от работы той или иной системы, то есть FIDO2, секьюрный ключ, он, конечно, хороший, табличка в презентации была, в общем, вы поняли ситуацию, ну, и password protection, о котором я говорил, здесь вы можете поиграться, забив свой список запрещенных паролей, если вы знаете, что кто-то очень любит пользоваться, так человеку можно испортить жизнь, не давая ему устанавливать стандартные пароли, а также MFA, но, но, мало кто знает, слышал, помнит, на самом деле у этой штуки, где она у нас прячется, у этой штуки есть еще один момент, связанный с identity, где у нас managed by, вы видите, этот потерялся, хотел быстро показать, нет, 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 provision, а, здесь, вот эта вот часть, обратите внимание, доступ к access management, он разрешен, еще есть вот такая вот кнопочка, маленькая, включайте ее только после того, как знаете, что будет происходить, enable security defaults, enable security defaults, это фактически включает для администраторов и других защищенных вещей то, что называется privilege identity management, вот он, privilege identity management, вот те вещи, которые касаются работы системы, которая касается, а тут не будет работать в этой подписке, касается всех наших действий и прочего, 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 вы можете здесь рулить ролями, которые есть, вы здесь можете настраивать необходимые ваши параметры, ну давайте посмотрим global admin, четыре пользователя global admin настроены, что мы с ними можем сделать, правильно, role settings, ну или просто settings, вот тот скриншотик, который вы уже видели, в случае, если я хочу что-либо подредактировать, пожалуйста, выбираем время жизни, на кого распространяется, как часто требовать reassignment, то есть, чтобы вы понимали, я назначен на эту роль, я начинаю работать и у меня permanent assignment, но я могу выключить assignment и сказать, что через год или через 6 месяцев или через 3 месяца будь добр, приди и поговори с человеком по имени approval, кто имеет соответствующие права и сможет тебе заассайнить твою администраторскую вещь снова и снова, то есть, это тоже такой хороший, на самом-то деле, способ закрыть доступ к системам, тем или иным пользователям, от утечек администраторов и прочих, прочих вещей. Далее, о чем мы говорили, иерархия управления. Очень интересная вещь, первую часть знают многие, мы еще поговорим про role-based access in Azure, то есть, фактически, в Azure есть ролевая модель, вы только что видели роль глобального администратора, где она применяется, любой объект, который вы возьмете в Azure и содержит в себе access control, identity access management, где вы можете выбрать любую роль, которую вы хотите, где вы можете назначить того или иного пользователя на правильную роль, выбрать кого вы хотите назначить, save, и дальше стандартно, как и в любых других системах, иерархия будет катиться вниз, 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 то есть, наследоваться, вот вы видите, например, у меня, а, я забыл про них сказать, но в любом случае это так называемый user assigned management identity. Что это такое? Где мы Active Directory? Manage identity позволяет вам создавать дополнительные вещи, связанные с создавать вам дополнительные вещи, связанные с аутентификацией. Например, когда вы создаете виртуальную машину, если ваша виртуальная машина нуждается в том, чтобы сама виртуальная машина как объект ажур лазила от своего имени по ажуру, ей нужна identity. Она может быть назначена системой, вы можете определить ее сами. Management identity очень неплохо использовать, например, при deployment и прочем, прочем. То есть, это такая же аутентификация, это такая же учетная запись с точки зрения Active Directory, но делегируемая какой-то машине при ее создании, ей не нужна пароль, да, или назначаемая в процессе уже дальше через скрипты, PowerShell и тому подобное. Аналогичная часть, которая касается этого дела, это то, что называется application registration. Когда вы используете какие-то API, когда вы используете какие-то API для того, чтобы скрипт внешний по отношению к Azure выполнился, ну, или он может находиться внутри виртуальной машины, или в данном случае как вот здесь с аутентификацией Azure Automation, он должен иметь свой ID, он должен иметь свой пароль и тому подобное. И тогда, используя этот ID, и этот пароль будет работать. Вернемся теперь к, собственно говоря, иерархии. Иерархия очень простая, то есть, как бы, начиная от подписки, в каждой подписке есть свой владелец, есть свой дальше пользователь, в данном случае контрибьютор, и далее, далее, далее. То есть, если я сейчас кого-то добавлю, давайте тоже овнером, почему бы и нет, и выберем Management Identity, и скажем, что я хочу использовать вот эту Management Identity. Я ничего не сломаю, это моя Identity, я знаю, куда она назначена, но лучше так не делать, это демонстрация. То есть, вот, мы сейчас Identity назначили, да, этот Identity получит теперь как результат Овнер, здесь он был машинный контрибьютор для создания машин и управления машинами изнутри самих же машин, но в данном случае вы видите, что он стал овнером, да, все объекты, находящиеся внутри данной ресурсной группы, чтобы такое, давайте саму виртуальную машину посмотрим, они тоже станут подчиняться и управляться соответствующим пользователям. Вот он, где у нас Овнер. Я молодец, как вы видите, все хорошо, все работает и тому подобное. Вы спросите, почему меня здесь нет, почему нет моего учетной записи. Это вторая часть Марлезонского балета, которую никто не знает. Вот реально никто не знает. Я провел около сотни, хотя и предыдущие вещи, таких сказок иногда наслушаешься. Я провел около сотни собеседований за последний год, чуть больше года, когда встал вопрос о том, чтобы в начале 2019 года мы начинали новые проекты и мне нужны были люди. Я провел около сотни собеседований таких сказок понаслушался. Итак, у Azure есть группы управления. Они предназначены для того, чтобы вы могли управлять соответствующей средой. Just a second. Да, надо переключиться на другой язык. Это самое. Management группы позволяют вам определить, каким образом будут ваши ключи распространяться и кто будет участником этих групп. Обратите внимание, эта функция включается, по умолчанию она выключена. И в случае, если у вас есть такая группа, например, у меня сейчас присутствует базовая группа, внутри которой находятся подгруппы и тому подобное. К сожалению, управлять доступом внутри группы, ну, грубо говоря, кто является участниками группы и тому подобное, напрямую нельзя, требуется PowerShell. Но, с другой стороны, что мы можем делать правильно? Мы можем внутри каждой группы добавлять автоматически подписку. То есть, смотрите, получается, что мне не надо выстраивать иерархию и каждый раз создавать те или иные права пользователей и тому подобное и за этим следить. мне достаточно иметь рутовую группу, мне, например, я могу иметь дальше вторую группу, внутри второй группы у меня будут соответствующие подписки и, соответственно, я могу добавить еще, 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 еще подписки для обеспечения доступа и контроля за такими вот группами. То есть, это очень интересный механизм, именно если нам нужно распределять не просто роли, да, то есть, как бы, внутри одной подписки, а когда у нас большая организация и внутри этой организации надо сделать какую-то вложенную структуру, где есть одна подписка, здесь две подписки, здесь рутовые подписки, где есть разбитые по регионам и тому подобное. Обратите внимание, то есть, вот это вот подписки, это везде одинаковые подписки, то есть, я могу их просто вот таким вот образом микшировать для для обеспечения взаимодействия с правами. Ну и меня спрашивали, да, то есть как бы еще раз отвечаю, для того, чтобы управлять правами в Ажуре, вам нужно знать несколько вещей. Во-первых, вам нужно знать, какие вам права нужны, то есть для создания собственных ролей, что для этого нужно, и далее, используя вот то, что у вас есть, то, что вы определили, то, что вы написали, далее, собственно, развивать такую подписку. Простой пример. А, у меня будет пример, я потом покажу, да. То есть есть команды getazprovideroperation для того, чтобы получить список всех операций. Есть определение загрузки, да, definition. Вы можете загрузить, какая конкретно роль у вас требуется для модернизации, изменения и прочего. Следующая часть. Вы можете загрузить эту новую definition и проверить, какие свои собственные роли у вас есть. Здесь слева, а слева получается у вас, собственно говоря, простая роль. Спрашивали в прошлый раз, специально написал роль управления виртуальными машинами. То есть этот человек будет иметь право останавливать виртуальную машину, запускать и перезагружать виртуальные машины. И просматривать, к сожалению, просмотр требуется. Но больше никаких действий, исходя из данных прав, не получится. То есть не будет требоваться и это будет работать. Посмотрим. Вопросы пока, кто там спрашивал. Есть. То есть еще раз, как бы возвращаясь к теме. Это не то, чтобы там rocket science, да. Это просто-напросто потребность в понимании таких возможностей. Потребность в понимании того, что вот так вот оно работает. И это действительно требуется на рынке для прав и умений. Сейчас я найду. А где? Стоп. Не вижу. А у меня же он где-то был. Я же его, собственно говоря, и скопировал отсюда. Что, вот заново набирать? А лениво ведь? Ладно. Сейчас глянем. В даунлодз. Нет, вот даунлодзи. Нету. А, есть. Вот он. Это право оператора. Далее нам нужно его, собственно говоря, каким-то образом реализовать. Мы идем, чтобы не очень много мучиться, идем с правами владельца каталога, поскольку изменения происходят на уровне каталогов. Идем в Cloud Shell, потому что в Cloud Shell это быстрее всего. Не надо никаких аутентификаций. Джейсон. Кто не видел, это редактор. В редактор мы вставляем все, что нам нужно. Закрываем редактор. Вставили. Теперь последняя часть, или по очереди пройдемся. В общем-то говоря, New AZ Role Definition, это, собственно говоря, то, что нам нужно. Можем ее выполнить только. Или... Ладно. Оперейшн. 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 Окей. Дискриптион. вот как вы видите описание всех операций можете просто вот даже не лазя никуда да и теперь мне нужно new az role definition это что что такой ссори я для другого тенанта сейчас мы быстренько исправимся гай так будет быстрее совсем забыл вот зачем так делать а ему нужен сабскрипшн сабскрипшн правильно правильно все зачем мы это делали ну вот теперь смотрите у нас теперь будет новая виртуал машин оператор роль берем опять же ту много страдальную подписку берем помните мы тут этому назначили identity очень много ролей а это осмотр роли сейчас сейчас это будет виртуал машин оператор можете проверить ваших подписках но если вдруг кто-то не не создал такую же вещь такой по и такой ворот такой роли нет теперь она будет и если посмотреть на эту роль и и как вы видите права будут ограничены только очень маленьким количеством возможных операций это к тому что я хотел показать рассказать и тому подобное связанное с ролями надеюсь вы запомнили это было больше чем 900 экзамен но с другой стороны очень полезно знать а следующая часть которую никто не пользуется и никто почему-то не знает это то что называется блокировка управления ресурсами идея блокировки управления ресурсами фактически соответствует клавиши read-only клавиши свойству read-only в операционной системе в файлах позволяет вам заблокировать какие-то действия например не позволять удалять не или не позволять изменять а только читать все очень просто зашли взяли какой-то ресурс или взяли вообще какую-либо ресурсную группу или вообще подписку и залочили все внутри соответствующие вещи казалось бы не удалять классно read-only еще лучше но вот read-only на самом деле вот мы на ней наступали много раз на разные грабли например read-only не выполняет и даже если у вас есть права на остановку виртуальной машины если у вас есть read-only вы не можете это сделать потому что остановка виртуальной машины это запись в объект то есть вы поняли да то есть когда человек дает команду типа поменять свойства остановить машину в реальность это поменять свойства машины у него нет на это прав поскольку объект read-only и не работает поэтому смотрите сами но как минимум блокировка ресурсов на удаление от случайного удаления так называемых человеческих ошибок очень и очень правильная и очень и очень нужная часть работы кроме того у у эжур есть понятия политик у эжур есть понятия политик которые позволяют вам менять намного больше чем только read-only кроме того они позволяют вам политики выполнять операции по проверке настройки определению и прочим 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 вещам которые позволили бы вам понимать что происходит на самом деле в системе как они работают кто виноват и тому подобное политики могут быть политиками безопасности политиками могут быть политиками настройки системы вы можете самостоятельно задавать создавать если требуется какие-либо политики и проверять их целостность исходя из того или иного объекта и прочее 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 а вы из будете в любом случае использовать политики хотя бы одну политику и вы ее видите на скриншотах это политика связанная с секьюрити центром когда вы включаете режим секьюрити центра то он генерирует свою эжур секьюрити центр дефолт полиси вы будете ее видеть как аэсси и это аэси политика включает себя массу различных требований массу различных вещей позволяющие потом секьюрити центру понимать что происходит кто виноват реагировать уже не реагировать на политики секьюрити центра это уже как говорится ваши нет это не здесь кстати кто еще не не купил рекомендую прикупить у меня в пользовании есть классная штучка сейчас с большими скидками раздают а пам 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 я думаю у меня 2 тоже пригодится и того и того я думаю что вот здесь мы сможем найти хорошенькие политики то есть если пойти в тот же секьюрити центр то эти политики вы сразу видите как они работают кто виноват потому что фактически это и есть вот все что вы здесь видите это действия политик которые применяются который говорит что эти работа ресурс работают эти не работают что-то правильно что-то неправильно и сад соответственно вот она security полиси мы можем посмотреть текущую политику где определены все операции связанные с проверками вот они да то есть например проверить установлен ли end point protection проверить установлены ли обновления проверить те 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 или иные вещи и такая политика представляет на самом деле это не политика это инициатива политикой называют один как бы набор проверок в данном случае мы имеем дело с огромным количеством проверяющих вещей вот вы их список видели плюс сюда же импортирован например ажур цис да так называемый секьюрити коммансы семью и секьюрити и пленцы позволяющий вам выполнять опять же требования там различных комьюнити вот можете посмотреть где что как и почему это работает с другой стороны если подходить к политике более скажем так основательно рассматривать ее с практической точки зрения то даже небольшой срез политики может вам помочь в чем я о чем я говорю о том что если мы зайдем в политики здесь вы видите у меня not compliant с базовым security центром то есть у нас есть некий базовый security центр который не комплает со мной по вот этим всем операциям где я должен восстановить что-то настроить что-то и так далее на самом деле меня это не волнует поскольку что меня волнует больше создание своей собственной политики почему бы и нет как говорится я могу а сайн политику с или инициативу я могу создать новую политику с операциями обратите внимание то есть это то что я должен здесь описать кто там спрашивал меня насчет кастом секьюрити а conditions аналогично да фактически это одно и то же можете взять из уже готовых имеющихся definition операции для работы можете выбрать здесь кстати какие корректорию категорию например я не знаю storage а storage не интересно можете взять здесь network давайте network и соответственно подгрузить политики вот отсюда то что вам нужно какие политики требуются как это будет работать и тому подобное это создание своей политики если вы знаете с другой стороны если вам не надо создавать политику а достаточно просто подключить существующие политики виде например чтобы попробовать рдп рдп чек я хочу проверить существуют ли рдп категория ну пусть будет пусть будет новая версия 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 0 0 next политики какие политики мы будем добавлять раз мы начали про рдп давайте продолжим проекты и о А ну-ка. Нет. Такие RDP. RDP. Похоже? Похоже. А здесь у нас есть какой-нибудь RDP? Никаких RDP. Отлично. RDP. Угу. Следующее. Группы. Нужны нам группы? Не нужны нам группы. Инициативные параметры. Какие у нас будут параметры? Если они требуются, нам они не нужны. Параметры политики. У нас есть внутри политики какие-то вещи, и мы можем их сразу сказать. Брать из инициативы или брать сразу из политики setValue должно быть disabled. То есть фактически я взяв существующие политики, пройдясь по ним параметрами, да, то есть как бы каких-то, посмотрев какие-то настройки, выбрав что-то нужное мне здесь. RDP access should be blocked. Окей. Public network should be disabled. Public network should be disabled. Неинтересно. Давайте, я просто пытаюсь найти что-нибудь побольше. Давайте найдем backup. Хотя там тоже немного. Azure backup should be enabled. Окей. Да. Еще одна политика. Группы это отдельная история, инициативные политики. Опять же, да, то есть я могу создать параметры для инициативы и потом их переопределять. Или могу, или назначать как-то, как я хочу. Или я могу сказать, что я тут поставлю value, и он должен быть audit if not exist. То есть в этом случае, типа я наоборот говорю, это вот значение должно быть задизейблено, это значение должно быть разрешено в работе. Таким образом, манипулируя всеми этими вещами, я могу делать много разных интересных вещей. Во-первых, я могу создавать те или иные политики для проверки настроек или принудительно применять такие настройки для машины, или, ну не для машины, а больше для настроек самого Ажура, поскольку они не касаются еще раз операционных систем. Требуется понимать, что это касается возможностей самого Ажура, что мы контролируем из Ажура. Или проверять наличие их в системе. Плюс я могу определять, например, в каких регионах у меня будут ресурсы, что будет и так далее. Опять же, та же политика definition. Давайте. allow it resource type. Вот он, смотрите. Я могу создать свою политику для какого-то ресурсной группы, какого-то региона, чего-либо, и сказать, что окей, set value, не из инициативы, а отсюда, и сказать, что это будут virtual machines. А, классик. Нет, классик нам не нужен. Это будет вот эти вот virtual machines. И другие ресурсы. Обратите внимание, здесь можно поиграться так, что залочить все, все, что мне нужно. Таким образом, первое, да, я могу применять такие политики для настройки, опять же, различных прав, а во вторую, что очень важно, политика может быть применена не к ресурсу, а к менеджмент группе. Это тоже никто не знает, кстати, почему-то. То есть, возвращаясь к теме, рассмотренной выше, кто-то видит, где эта тема? Вот она. К теме, рассмотренной выше, вот здесь мы видим иерархию, да. Я вот сюда, например, в маркетинг, могу сказать, ну, раз вы маркетологи, вот вам, что для маркетологов, веб-сайт, да, и все, кто находится в маркетологе, во всех этих подписках, если вы через маркетологов зашли, во всех этих подписках будет доступно к выполнению только создание веб-сайтов. Вы поняли меня, да? Таким образом, я не просто ограничиваю людей, участников тех или иных групп подписками, но еще ограничиваю ресурсами, если я использую именно менеджмент группы, группы управления, а не обычные ресурсные группы и тому подобное. Это было касательно блокировки. Вопросы? Я кофейка глотну просто. Что там люди пишут? Люди не пишут. Окей. Если люди не пишут, вернемся к шифрованию и безопасному хранению данных и секретов. Опять же, тема почему-то никому не знакомая. Для нормальной работы всех систем шифрования безопасности и прочего, 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 в Microsoft есть специальное хранилище, которое называется Azure Key Vault. Azure Key Vault представляет из себя место, где вы можете, настроив права безопасности, параметры и тому подобное, хранить разные вещи. Первая разная вещь это секрет. Секрет это любой пароль, любая строка и тому подобное, именованная, является секретом. То есть, например, у меня Linux Admin и дальше идет какой-то пароль. Linux Admin мы видим как средство запроса обращения к ключу. Сам пароль я никогда не вижу, но приложение, которое имеет права, опять же, почему нам нужен Management Identity или API ключ Application Registration, потому что таким образом я могу назначать, кто будет иметь возможность лазить к каким ключам и прочее, прочее, прочее. Зачем это нужно? Во-первых, управление секретами в любом случае вам понадобится, если вы занимаетесь развертыванием в большой среде. когда у вас идет развертывание сотен тысяч машин и прочего, работают скрипты, и эти скрипты надо отдать, например, кому-то на выполнение и прочее. Очень важно не делиться, чтобы это не было в открытом виде паролями и тому подобное. Поэтому один из вариантов развертывания через Azure Key Vault, где все секреты, все ключи, все параметры и так далее охраняться в Azure Key Vault это любимая тема занятия. То есть ты просто вписал в ARM темплейт или в скрипт обращение, система сама выбирает нужные тебе ключи, главное системе не забыть права дать и дальше работает. Поэтому у нас есть Management Identity. Следующая часть, касающаяся управления, это ключами как таковыми. То есть для шифрования данных система генерирует ключи, системы генерируются в следующей версии и прочее предназначено именно для шифрования данных, которые вы используете. Третья часть это управление сертификатами. Четвертая часть это возможность того, что данная штука будет еще работать и с железом. То есть хардварные штуки аппаратные также поддерживаются. Процесс управления еще раз смотрите. То есть хранение пароля как секрета в Azure Key Vault это я перепутал. Вы запрашиваете через строку какой-то пароль, вы сохраняете да. Да. Давно меня не слышно? Давайте тогда повторим. Ну окей. А что я выключил? А я кофе глотал. Окей. Назад быстренько теперь. То есть тема которую мало кто опять же знает, мало кто использует, мало кому знакомо, хранилище секретов, шифрование данных и прочего. То есть Azure Key Vault для меня как и для администратора, да, который этим всем занимается, развертывает и прочее, прочее, прочее. Azure Key Vault и управление секретами является одним из наиболее важных вещей в развертывании, поскольку используя именно секреты, еще раз мы храним секреты, ключи и сертификаты, секреты я могу использовать для развертывания. Все параметры моего развертывания, административные аккаунты, другие какие-то системные аккаунты, аккаунты подключения и тому подобное, хранятся не в открытом виде или не вводятся ручками, заранее сохраняются в Azure Key Vault и дальше используются либо через ARM темплейты, либо через PowerShell ключи. Для этого у нас как раз и требуется, например, если мы выполняем какой-то скрипт, для этого и требуется у нас Application Registration или Managed Identity. Мы можем этим Identity предоставлять данные к доступу и таким образом Automation, например, будет читать ключи и сама выполнять все скрипты со всеми параметрами и тому подобное. Никакое, скажем так, Level 1 никогда не видел ключи, им нужно зайти в Webhook, запустить Webhook какой-то скриптик и дальше уйти и никого не трогать. И даже если сами ARM темплейты кому-то попадут в руки, вы никогда в ARM темплейте не увидите ключей, а только ссылки на Azure Key Vault. То есть эта штука очень и очень полезная, эта штука очень и очень нужная и для DevOps-ов и так далее, поскольку таким образом я все это храню. Не надо ничего военного придумывать. Это все ключи, секреты. Ключи это то, что Azure Key Vault генерит в полете, так сказать, и соответственно используется для шифрования, для защиты коммуникаций и прочего. То есть это именно ключи шифрования со всеми требующимися стойкостями и прочее. Сертификаты, если вам нужны сертификаты, если вы хотите хранить сертификаты, опять же, так же, как и с ключами и секретами, вы это можете делать через сертификаты. Главное, правильная настройка. Плюс поддержка хардварного шифрования, HSM-модули, которые обеспечивают вам возможность работы с ключами. Ну и пример, да, вот теперь я дошел до того же модуля. Пример того, что касается пароля. Вот так это выглядит в реальности. То есть запросили один раз ключ, записали в Key Vault под именем Linux Server Administrator, пароль там есть. Дальше либо обратите внимание операции, связанные с работой ARM темплейтов, стандартный пример, нам нужен админский пароль, возьми его через Key Vault. Все, ссылаемся. Система сама залезет, система сама возьмет. Либо извлечение секрета через GetAZ Key Vault Secret при работе с PowerShell, когда это развертывается где-нибудь. Опять же, если у меня, как у аккаунта, есть доступ к этим ключам, оно само полезет, само возьмет и само заработает. Я должен вам показать какой-нибудь ключик, да, ну давайте посмотрим на какой-нибудь ключик. Где бы найти ключик-то? у кого есть ключик? Нет, вот у этих людей есть. Здесь есть много разных ключиков, например, даже, о, вот это хорошие ключики. Все равно тестовые. то есть то, о чем я говорил, создание ключей, создание секретов, то, что нам нужно. Я говорю о том, что я хочу взять секрет, вот там вот я хочу хранить Linux Admin. Секрет. пароль слишком длинный для Linux будет, еще ядро крешнется. Что я еще хочу, если Content Type, Activation Day, Exploration Day, все, все, секрет готов. Вот вам пароль, который будет юзаться без какого-либо дополнительного ввода. Важно понимать, что вы должны сначала создать Access Policy, права на доступ к этому ключу, чтобы система нормально работала. Это требуют соответствующие политики. То есть мы берем и говорим, например, это будет человек, который нуждается только в чем? То есть только в секретах, да? В секретах. Key Provisioning нету, видите? Secret Permissions он может получать, настраивать, удалять, recovery и так далее. Например, он может только получать никаких других операций. Ну, почему бы и нет? Логично. И, соответственно, Certificate Permissions нет. И кто это будет? Выбираем какого-то Principle и мы получаем, соответственно, человека или сервис, который может только читать нужный ключ, если он знает из данного Key Vault. Все. Это основная идея, над которой следует задумать и для меня, как для человека, смотрящего с точки зрения администрирования всего этого наиболее часто используемый сценарий. Кроме второго сценария. Второй сценарий это шифрование данных. Azure использует ключи, которые сам же генерит для шифрования следующих хранилищ. Azure Storage Account, Azure Virtual Machine и SQL DB. Причем, если вы хотите зашифровать Storage Account, то это на самом деле очень просто. Вы заходите в Storage Account, говорите, что у него будет Data Protection. Ой, Encryption. Где мой Encryption-то Data Protection? Не нужен Куда уже дели Encryption? Говорим о том, что будет Encryption, говорим, каким образом это будет использоваться, какой ключ берется, кто за это отвечает. Все. Нужно поменять ключ. Все данные, касающиеся хранения, таким образом будут зашифрованы. Аналогичный случай с SQL. Если мы возьмем любую базу данных, какая из них какая? Staging я сделаю. Staging можно и поломать. Согласны? Если мы возьмем любую базу данных и здесь у нас есть Transparent Data Encryption. А, не, стоять, стоять. Какой Transparent Data Encryption? Нам нужно Data Encryption сама по себе. Data Encryption, где мы таким же образом выбираем свой ключ и так далее. И поехали. Но, но, маленький очень важно... А, виртуальные машины. Давайте виртуальные машины. Еще пройдемся с виртуальными машинами. Вообще все просто. Я думаю, что все, кто сталкивался с виртуальными машинами, могут... Давайте JumpHost тут был. Кто-то видит JumpHost. виджалка же Кивану. Ладно, ничего с ней не случится. С виртуальными машинами, да? С виртуальными машинами все намного хуже. Обратите внимание, это диск виртуальные машины. Это Encryption. Что этот Encryption вам говорит? Этот Encryption вам говорит о том, что используется сервер сайт Encryption с платформ Management Key. Имеется в виду то, что данные внутри диска не зашифрованы. Зашифрованы только сами диски, которые хранятся на серверах Microsoft в ажуре, в ажур фабрик. То есть в случае, если кто-то, кто имеет доступ к объекту виртуальной машины, подключится и сделает копию и загрузит копию себе, эта копия будет, она считывалась, эта копия будет не шифрованная, поскольку данные хранятся только on REST сервер сайт. Зачем тогда второй вариант, второй вариант, если тут посмотреть, есть так называемый сервер сайт Encryption с Customer Manager Key или Client Manager Key. Зачем эта часть? Эта часть нужна для того, чтобы обеспечить вам возможность не доверять Microsoft. Но вы должны помнить, что ключ, если будет потерян, Microsoft не сможет прочитать вашу виртуальную машину, поскольку все пойдет плохо. Если же мы хотим зашифровать виртуальную машину полностью, так называемый Azure Disk Encryption, это значит, что внутри виртуальной машины должно быть включено режим BitLocker или DM Crypto, обеспечивающей шифрование самого диска. Azure за это не отвечает, кроме одного момента. Этот один момент называется предоставление доступа к Azure Key Vault созданными вами для BitLocker. То есть, когда вы делаете BitLocker, вы говорите, вот там у тебя хранилище, там твой ключ шифрования, сходи туда, но вы должны объяснить Azure Key Vault, что есть такая машинка, и он должен включить в себя интерфейс предоставления прав машинки, на ключ машинки, и тогда у нас все будет хорошо. Это очень важно понимать, иначе оно не включится. И тогда операционная система сама отвечает. Отвечает либо через BitLocker за шифрование дисков, либо через DM encryption у Linux. То есть вы уже сами решаете. Но в отличие от Azure Storage аккаунта и SQL Database, головняка при конфигурировании Azure Key Vault для виртуальных машин достаточно много. Самая большая боль это Key Vault сам по себе. Опять же практически никто не знает. Что не все регионы прозрачно. То есть грубо говоря если я сейчас создам Key Vault в Western Europe и положу туда ключ, потом захочу прочитать из приложения или откуда-либо с North Europe работать будет. Если я положу ключ West Europe и попробую прочитать отсюда из UAE North работать не будет. Мы через географию прыгаем. Это ограничение. Но самое смешное что между UAE North и UAE Central оно тоже не работает. Такие требования. То есть вы должны это знать или по крайней мере попробовать. То есть грубо говоря вот на этом примере если у меня есть SQL сервер на котором я шифрую киволтом ключом данные и я надеюсь что киволт в случае как бы катастрофы прочитается здесь неправда. То есть мне нужно будет скопировать ручечками следите за пальцами ручечками взять киволт из него вытянуть ключ в виде бэкапа этот ключ поместить в уаи централ из уаи норса и тогда в случае если допустим потерян этот ключ у меня будет копия здесь я смогу нормально работать если мы потеряем целый регион или будет работать георепликация мы должны выполнять вот такой вот процесс регулярно и ручками попытка кстати перенести ключ из уаи норс в уаи именно ключ явно в европу например тоже проваливается поэтому если вы планируете что-либо шифровать использование эжурки волт и так далее и тому подобное очень рекомендую сначала хорошо почитать документацию посмотреть где что лежит и вот этот сценарий должен быть для вас обязательным готовьтесь к тому что вы переносите ручечками в случае чего ручечками и это все очень плохо потому что если ручечками значит какой-нибудь из товарищей что-то забудет сделать в результате катастрофы вспомнят что год назад был разговор о том что ключи которые даже обновляются надо копировать и все об этом успешно забыли и провтыкали такая вот ситуация вполне возможна поэтому у эжурки волта есть две версии стандартная и премиум премиум позволяет вам работать с HSM аппаратными штуками это значит что например в такой сценарии у меня есть третья сторона которая например находится здесь ой находится здесь и эта сторона содержит в реальности ключи и пушит их или с этих сторон пулят на то чтобы обеспечить работу вот я про это рассказываю тут меня спрашивают если автоматизировать вы не можете их автоматизировать вас нужны права и так далее да то есть как бы там все не так просто то есть вы можете получить ключ сертификат вы можете получить ключ но вы не можете получить бэкап то есть это должна быть операция ручная пробовали уже не работает то есть поэтому и есть то что называется Azure Key Vault Premium премиумная версия с HSM HSM стоит как устройство генерирующее ключи раздающее ключи налево и направо вы настраиваете что такой-то ключ берется и тут и тут и тут и у вас все засинхронизировано за десятку баксов ну самый дешевый HSM десяточку стоит да то есть тысяч то есть тогда все работает как вы думаете Microsoft дал вам возможность автоматизировать если можно получить с вас 10 тысяч кстати посмотрите аппаратный виртуальный HSM в Ажуре есть тоже стоит 2000 в месяц то есть вы хотите некий эмулятор аппаратного HSM в Ажуре как сервис он есть 2000 долларов в месяц стоит ну то есть так чтобы было понятно поэтому ручечками скопировали положили разобрались если что-то меняется не забыли повторить процесс это я уже вам показал и рассказал сетевая безопасность в Ажуре а да то есть как бы тут вроде вопросов я думаю нет больше сетевая безопасность в Ажуре я даже не знаю опять же я уже говорил что это огромная тема важно понимать что у Ажура есть управление доступом к сети который как связан с безопасностью это касается контроля сетевого уровня это касается маршрутизации это касается безопасности виртуальных сетей и тому подобное все это есть самый простой момент связанный с безопасностью в Ажуре это то что называется NSG Network Security группы которые позволяют вам зарезать кто куда ходит как ходит на уровне обыкновенных фаерволовских правил NSG привязывается либо к сетевым интерфейсам вы их не видите либо же привязываются к подсетям в Ажуре подсетям в Ажуре пожалуйста можно увидеть кто где и куда подождите здесь по моему сейчас мы найдем NSG вот они NSG кто куда ходит зачем это ходит и тому подобное особенность особенность NSG в отличие от обыкновенных фаерволовских правил вот в этом среди обратите внимание типов источников является есть не только IP есть и сервис тех есть и application security группы сервис тех подразумевает под собой то что я могу тегировать запросы идущие куда-либо через главное не записать потом идущие через соответствующий интерфейс например как здесь в примере вы видите source gateway manager то есть если все идет через gateway manager окей будет проходить если это Azure load balancer окей будет проходить да то есть это внутренний механизм управления да то есть который стоит там в хабе gateway manager и так далее далее уже конкретные источники и тому подобное ну и традиционный deny все хочу обратить внимание что вот эти рулы вы поменять не можете поэтому на 4.096 вы делаете deny all а дальше пишите свои правила какие хотите сверху почему 4.096 потому что это максимальное количество правил у одной security группы и соответственно если ставить deny то на 4.096 это последняя как бы вещь а при этом Azure обеспечивает вам возможность не просто вот как бы работать но и обеспечивает вам возможность на сетях пусть здесь привязаны очень неплохую почему нет очень неплохую посмотреть что где и как происходит в реальности то есть у Azure когда мы говорим о security рулах и тому подобное есть операции связанные с эффективными роутингами эффективными security группами тем самым мы можем заглянуть внутрь увидеть все эти операции как реально идут пакетики и какие если их много назначено по дороге да какие эффективные правила назначены по конкретному маршруту или для конкретного интерфейса исходя из того что они могут быть назначены на интерфейс и на подсети это security группы да опять же network Azure security center позволяет вам видеть что происходит в сети он позволяет вам видеть анализировать и тому подобное пакеты он позволяет вам управлять just in time имеется ввиду что оно будет проверять и так далее фактически just in time например для виртуальных машин это правило правило в которые прописываются по мере необходимости например у вас требуют разрешения на вход в RDP перед этим security center дописывает правила разрешающие для вашего IP заходить по RDP все эти вещи опять же контролируются проверяются настраиваются обеспечиваются соответствующими политиками и тому подобное это если вам это нужно конечные точки службы позволяют вам опять же опубликовать конкретную службу в конкретной сети то есть к чему это это к тому что если у нас есть некий сиквел сервер то этот сиквел сервер этот сиквел сервер вот это по-моему на всех опубликован этот сиквел сервер имеет несколько моментов он имеет виртуальные сети доступ публичный закрытый он имеет разрешенные IP адреса извне и соответственно далее имеет права связанные с конкретной сеткой то есть это значит что вот эта сеть при подключении к вот этому сиквелу будет работать но я могу пойти обратным путем я могу создать так называемый endpoint и сказать пожалуйста создай сетевой интерфейс вот в этой вот подсети и работай с ним таким образом я могу выключить вообще все-все остальные сетевые интерфейсы служб типа security центра служб типа storage и прочего прочего типа приложений и опубликовать только одну точку которая будет смотреть только в одну конкретную сеть таким образом это очень и очень неплохо обеспечивает работу с сервисами часто конечно очень сложно девелоперов к этому приучить но с другой стороны если вдруг что работает служба бастиона еще одна служба которая очень интересная в ажуре фактически это RDP Gateway что имеется ввиду под RDP Gateway это имеется ввиду то что например у меня есть виртуальная машина я хочу к ней подключиться вы к ней сейчас можете кстати подключиться поскольку она без security group вот видите вернее она security group но тут any я должен сюда вписать свой IP адрес но с другой стороны например я хочу сделать так чтобы подключение к машине было скрыто чтобы прямое обращение к машине и IP адрес этой машины не был виден или не был использован это и называется службой бастиона которая привязывается к сетевому сети вот она будет western europe мы говорим о том что это будет работать вот здесь он говорит о том что мне нужен еще один сабнет тебе нужен еще один сабнет да пожалуйста хоть как минимум 27 вот он и будет 27 дадим 24 я не жадный у меня этих сетей в 10 это подсетки вот таким образом ажур бастион вот так всегда давайте убьем короче не хочешь не хочешь ажур бастион сабнет сейчас он пропишется и таким образом и таким образом я получу новенький айпишничек он создаст новый айпишник и сделает все правильно то есть таким образом у меня сразу есть некий гейтвей именно для RDP и SSH все точка за его безопасность отвечает ажур я о нем вообще не парюсь не заморачиваюсь и оно себе работает и кушать не просит я уже показал это еще одни моменты связанные с безопасностью в ажуре которые должны применяться это опять же управление маршрутами и принудительное туннелирование это все есть что имеется ввиду принудительное туннелирование имеется ввиду то что вы можете на самом-то деле в реальности создать свою routing table и например 0000 пускать через требуемый вами интерфейс то есть машина в ажуре кто не в курсе по умолчанию имеет выход в интернет то есть если даже вы к ней не можете подключиться из интернета это не значит что она не может сходить в интернет она запросто сходит в интернет она запросто сможет поработать и отправить куда-то данные для таких вот машин которые являются критическими и прочее 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 очень рекомендуется делать принудительные маршруты и принудительное туннелирование то есть 0000 идет в определенный раутер идет через определенные фильтры и прочее 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 чего нельзя в этом это делается routing тейблами то есть если я хочу сейчас кому-то куда-то что-то загнуть я просто напросто создаю root тейблы или root фильтры или еще чего-то но опять же мало кто использует и мало кто может объяснить вообще routing в ажуре но это отдельная тема пропагейт гейтвей раутинг да то есть если будет где-то гейтвей он автоматически пропишет а теперь я эту штуку могу заполнять и могу назначать к определенной к определенной сабнетику тогда весь роутинг сломается и пойдет так как я ему пропишу это должно быстро создаться а бастион еще деплоится хотел показать ну ладно это опять же очень интересная вещь базовые вещи которые касаются работы типа брендмауэра vpn точка сеть vpn сеть сеть парное подключение виртуальных сетей между регионами через vpn или через пиринговую сеть про это я не буду рассказывать потому что как бы и так понятно все знают вы должны использовать именно их для подключения например точка сети для того чтобы клиенты если им нужно работать с rdp они могут использовать бастион или чтобы не публиковать ничего ни rdp ни какие-то внутренние корпоративные данные на внешнем портале вы создаете внутренний айпишник вы создаете vpn gateway в котором point to site vpn и ходят через ssl через ipsec ходят с сертификатами ходят с учетными записями azure active directory это все работает защита от ddos у azure есть защита от ddos не дайте себя как это развести на деньги а я сейчас объясню почему это наши routing table вот наши routing я здесь могу добавлять дефолт у кого-то телефон включился на 000 и куда оно пойдет как вы видите virtual gateway пойдет на virtual gateway или virtual appliance который вы знаете который где-то стоит у вас или пойдет в интернет или пойдет на следующую виртуальную на свою же виртуальную то есть за закуклить вы сможете как хотите и куда хотите такие роуты а потом их назначить сабнетом это очень просто а теперь касательно не просто да ddos где ты мой милый ddos давайте начнем с виртуальной сети вот здесь вот есть ddos protection он так называемый basic то есть базовые операции по атакам он защищает вашу виртуальную сеть надо понимать что ваша виртуальная сеть нуждается в ddos если она опубликована например если у какой-то машины публичный IP тогда ddos будет работать если внутри виртуальной сети находится vpn gateway или application gateway она будет работать и так далее ну то есть понятно принцип в этом сценарии когда он вот у меня все закрыто а у меня есть публичный доступ подходит но если вы сделаете вот так вот и соответственно выберите protection план так называемый мне сейчас наверное пошлет потому что денег мало сейчас скажет что ваша subscription не eligible для protection плана а нет смотрите ну да он меня отправил в другую subscription идея в чем когда вы включаете DDoS сразу плюс 3000 долларов к вашему счету в месяц это цена вашего DDoS DDoS распространяется на 100 максимум сетей то есть 1 или 100 сетей не важно важно что вы платите 3000 в месяц за вот такой вот DDoS но работает он хорошо проверяли и самое интересное наблюдатель за сетями наблюдатель за сетями очень и очень классная вещь он называется правильно Network Watcher Network Watcher позволяет вам получить информацию о вашей топологии если агенты установлены тут стоит понимать что без работающих агентов система работать нормально не будет в данном случае вы видите то что подключено как это подключено куда это подключено какие штуки где к чему включены и тому подобное эта штука позволяет вам пинговать все подряд очень полезная кстати в хозяйстве вещь я объясню почему потом то есть проверять коннекшен между машинами между сетями между машиной on-premise между машиной и интернетом и тому подобное в общем вы поняли да то есть вот есть одна виртуальная машина вторая статику давайте демо linux скажем пусть он пингует на порт 338 3389 каждые 30 секунд name нет вот где-то так он будет спокойненько пинговать я объясню почему мы это делаем и так далее следующая часть которая касается работы это то что называется network performance monitor вообще зашибическая штука особенно если у вас есть уже лох аналитика он будет цепляться к сетевым интерфейсам и скидывать все это вы понимаете за деньги чтобы потом не говорили что это бесплатно он будет цепляться за сетевые интерфейсы и скидывать соответствующие данные сюда в network lock analytics мы можем также посмотреть flow куда как ходят пакетики если вам вдруг захочется узнать с какого интерфейса на какой интерфейс и где оно должно дойти можете полностью проверить next hop это все в ажуре для мониторинга проверить все касающиеся помните я говорил правила вот они здесь можете увидеть что не так происходит с vpn захватить пакетики вдруг вам понадобится ну в реальности да то есть как бы может понадобиться чтобы посмотреть что эта машина шлет когда какие максимум минимум и так далее делать запустили сессию пособирали все довольны счастливы то есть снифер готовый и работает но самое интересное как я уже говорил это network flow locks она пока что задизейблена так мы хотим заенейблить версия вторая нам нужен storage аккаунт куда мы это все будем скидывать storage аккаунта нет retention и копайте себе влоги вместе с анализом с каждые 10 минут влог аналитику да то есть все как положено то есть вы получаете полный глубокий анализ всего всего вашего трафика ну вот вообще всего да то есть как бы нам довелось тут покопаться не все сниферы столько столько расскажут о вашей инфраструктуре аналогичная часть касающаяся диагностики мы про нее поговорим чуть позже и когда у вас это все есть у вас включается network traffic analyzing который собирает из всей этой картины одну красивую офигенную картинку сколько пакетиков куда почему и как идет великолепная штука для полного мониторинга и этого самого и контроля плохая штука потому что не работает вообще в уаи норс и централ то есть для меня это инструмент я уже жду жду когда microsoft его включит здесь в дубае когда же они уже включат его здесь в дубае я уже жду 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 потому что в реальности многие бы проблемы решались использованием network watcher не только с точки зрения безопасности но и с точки зрения доступности мониторинга понимания что где происходит понимание потоков трафика и так далее базовая конф в случае два часа я еще половины не закончил базовая конфигурация виртуальных машин в ажуре я наверное оставлю здесь без особых комментариев да то есть как бы это то как видит microsoft защищенную систему опять же по большей части мы поговорили или поговорим например advanced thread protection который является отдельным платным модулем аппаратный модуль безопасности шифрования виртуальных дисков мы про него уже поговорили про DSC применение параметров конфигурации мы про них еще поговорим это часть ажура использование нескольких виртуальных машин для повышения зон уровня доступности мы про группы availability сеты и про availability зоны в предыдущий раз говорили резервное копирование виртуальной машины и Azure сайт recovery мы о них тоже говорили опять же управление обновлениями мы про них чуть-чуть поговорим мониторинг производительности мы поговорим мониторинг соединений это Azure Virtual Machine Insights мы о них поговорим ограничения прямого подключения к интернету мы только что говорили про принудительное туннелирование да и про центр безопасности политик мы поговорим ну а если вы просто хотите посмотреть на работу с трафика и прочего прочего мы это еще будем включать но даже если мы не будем не дойдем опять же пару слов где мои виртуальные машины любая машина да если у вас есть лох аналитика может быть включена с инсайтами Azure устанавливает специальный агент этот агент конфигурит две вещи отправляет трафик не путать с performance не путать с метриками две разные вещи но это все собирается в лох аналитику и второй момент он собирает так называемые dependencies куда что где как и почему куда подключен куда работает это будет тоже здесь мы включили в одной машине мы сейчас включим тут и была линукс машина я ее специально здесь держал для того чтобы вы не спрашивали а что будет с линуксом с линуксом ничего не будет вот нажмем сейчас здесь install insights и погнали опять же все это может быть включено через экстеншены фактически да через powershell команды для наглядности мы смотрим здесь далее Azure security center идея Azure security center состоит в том что здесь на самом деле две большие части первая большая часть непосредственно защита от угроз которая реализуется путем использования Windows defender с ATP Azure advanced threat protection расширенная защита как по русски пишут в Microsoft defender когда вы подписываетесь вы включаете платную подписку в Azure security center вы получаете тот самый ATP за те 15 долларов которые вы платите в месяц вы можете также защищать поассы вы можете блокирование атак выполнять и тому подобное это одна часть то есть это программная часть вторая часть аналитическая аналитическая вещь связана с тем что Azure security center лазит во все логи устанавливает агенты принудительно собирает информацию о машинах принудительно собирает информацию обо всем что в Azure монитор сливает системы то есть он принудительно если это требуется включает все настройки все параметры и так далее и дальше погнали с работой что где и как собирается да ну вот чтобы понимали какие вещи защиты и прочих вещей вот собственно говоря список подобных подобных вещей это это для Windows машин в различных вариантах и будут ли установлен Azure Defender как вы видите да будет установлен Azure Defender как я уже говорил для того чтобы работала те или иные системы безопасности кроме оценок Defender нужен если мы говорим о именно операциях оценках не нужен операции нужен если мы говорим про поаз как он работает и тому подобное это вот что Microsoft оценивает с поазами что дополнительно обеспечивается для безопасности с точки зрения Azure Defender ну и здесь я вам должен немного показать Azure Security Center но в принципе мы уже по нему много раз пробегались это включилось давайте посмотрим мы уже давайте нет не включилась чё ж ты не включилась то окей Windows ты о а это включилась ну вот так всегда у кого есть рабочая машина на которой можно похвастаться это кто да здесь есть в хабе в хабе ну вот как-то так это вы видите процессы это вы видите кто куда из процессов лазит каждый из процессов чего делает какой трафик куда идет аналогично можно посмотреть overview всех соединений где у меня overview всех соединений это все операции перфом перфоманса перфоманса кто 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 делал какая служба где работала сколько кто чего накликал питон ух ты питончик ты наш а это на питончике решили написать я так понимаю агента нет это он что-то другое делал ну в общем идея понятна возвращаясь к security центру возвращаясь к security центру что мы здесь опять же можем увидеть это все что касается базовых инвентаризаций настроек безопасности рекомендаций это то что у меня вот сейчас настроено мы об этом с вами обсуждали это всего лишь политики которые Azure security center сам придавливает security alerts у нас нет advanced threat protection кстати у меня ни у кого нет у клиентов так чтобы показать мониторинг что-то мониторится что-то не мониторится оценка security compliance опять требуется подписка Azure defender требуется подписка но вы поняли да как только вы его назначаете 15 долларов с вас списывается в месяц с compliance к сожалению так же но вы можете свои политики настроить как вы видите поскольку у нас не включено нельзя это мы уже проходили это security центр он позволяет там еще раз мониторить работать и так далее этот слайд я просто озвучу для того чтобы понимать какие сервисы в ажуре вообще от чего помните там был пункт у нас касающийся безопасности управления и тому подобное и как в ажуре так и во локальных инфраструктурах все сервисы могут быть применены как локально так и глобально то есть в гибридных сетях или вообще просто в локальных сетях и соответствующая часть всего этого дела например ажур мониторинг обеспечивает безопасность с точки зрения мониторинга и исследования дальнейших расследований бэкап да респонс понятно дизастр рекавери понятно если расследование обычный бэкап дизастр рекавери и далее обратите внимание такие вещи как секьюрити центр максимум поскольку мы можем и софтвай инвентари и оценку уязвимости проводить и так далее и тп который может быть использован отдельно тоже обеспечивает такую работу дальше ажур айдентити аутомейшн ну в общем это схемка вам на следующий раз поскольку мы будем говорить о том каким образом в организации можно внедрять или каким образом в организациях понадобится эта штука я имею ввиду ажур и сервисы в том числе безопасности то есть это вот такой вот сценарий применения даже если самого ажура нет эти сервисы еще раз могут быть применены и в он премис или в гибридной инфраструктуре нет это не конец это это я обещал просто сделать небольшую паузу можете задать вопросы мы подошли к концу security еще часик и закончим все темы так ну раз тишина никто ничего спрашивать не хочет пойдем дальше немного про опять же поскольку мы говорим про безопасность и так далее надежность и избыточность это еще одна важная часть ажура и важная часть ее понимания опять же как показывает опыт многие не понимают понятие избыточности в ажуре и то на чем это все базируется и тому подобное так вот первое что очень важно понимать само хранилище ажур практически неубиваемое ну вот реально неубиваемое ваши данные конечно можно потеряться скорее вы их просто удалите чем ажур потеряет ваши данные но в общем и целом когда вы создаете какие-то ресурсы балансируя между надежностью производительностью стоимостью нужно понимать о том что ажура есть два региональные и глобальные избыточность да а избыточность региональной подразумевает под собой то что называется локальная Rederance Storage Local Rederance Storage LRS то что если вы используете например виртуальную машину копия дисков этой виртуальной машины записывается три раза в вашем локальном хранилище то есть любая виртуальная машина в ажуре дублицируется три раза имеется ввиду ее диски ее данные на три разные стоечки для того чтобы не допустить катастрофы даже не стоечки а так называемых стемпов штампов это первый по-моему это самый понятный то есть если вы это самый дешевый сценарий вы можете выбрать зональные да если у вас в регионе есть зоны то можно выбрать ЗРС это значит что будет скопировано в трех зонах то есть не просто копия в одном дата-центре а в трех физически разных зданиях которые объявлены зонами то есть в случае если дата-центр выйдет из строя один внутри региона у вас есть столько сколько нужно да и соответственно можно продолжать работать учитывая низкую латентность между зонами до трех секунд миллисекунд сори это работает геораспределенные да в дополнительном регионе предназначены для катастрофических эффектов геоизбыточное хранилище подразумевает под собой то что три раза мы имеем ЛСР плюс еще одна копия в другом регионе не в другой зоне а в другом регионе вообще то есть для к сожалению опять же для зон очень часто регионов есть очень часто ограничения например если у меня регион OEI North я могу сделать OEI Central и все я не могу указать что это будет какой-нибудь другой регион поскольку это ограничение перемещения данных и зональная да то есть когда копируется между зонами а потом между зонами еще одна копия в другом регионе это важно понимать опять же при выборе всех различных типов хранилищ всех различных типов данных и прочее 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 вот такая вот табличка которая показывает вам сколько будет жить то есть как вы видите GSR GRS устойчивость GRS составляет 16 девяток ну то есть сколько это в течение чего да в течение года это секунда или на пропадание данных на этом деле таким образом да то есть вот схемы выбора очень рекомендую посмотреть и определиться с тем что вам нужно и как это будет работать еще одна один момент это георепликация служб в отличие от данных службы просто так реплицироваться не могут то есть виртуальная машина не может иметь GRS диски ну потому что хранилище не будет справляться с этим не ну можно конечно сделать старые не менеджат диски и так далее но надо понимать что реплика тогда будет очень серьезно тормозить виртуальную машину поэтому у различных служб типа сиквела или космос деби есть георепликация своих служб которая обеспечивает например в сиквеле обеспечивается always on группами доступности то есть вы создаете always on группу между вашими сиквеловскими базами данных и таким образом система мигрирует эти данные реплицирует эти данные с минимальными затратами но опять же следует понимать что это не стопроцентная идентичная копия между различными решениями таким образом мы можем обеспечить нам надежную работу опять же вот вот как вы видите фейловер группы у сиквел сервера где вы можете добавить соответствующие дополнительные серверы в качестве фейловер грейс периоды все моменты связанные с включением выключением автоматической ресурсной группы и тому подобное или же если мы говорим о базах данных о здесь у нас база данных вводится а если мы говорим о базах данных то на уровне базы данных я могу настроить георепликацию между данным регионом и каким-то другим регионом а потом когда я кликну он мне скажет ой серверный интернал эрор открывайте кейс в майкрософте открываешь кейс в майкрософте и тебе говорят ну классно а что вы хотели у вас регион такой по требованиям региона мы не разрешаем репликацию данных в европу ну и тому подобное в любом случае это должно быть проверено перед тем как вы запланируете какую-то вещь будет ли оно куда-то реплицироваться как это будет реплицироваться и так далее то есть еще раз репликация данных это непосредственно копирование файловер группы это непосредственно always on кластер еще более суровый уровень высокой доступности предоставляется Azure Cosmos DB Azure Cosmos DB сам по себе уже внутри самих операций учитывает что это будет геореплицированная база данных вам достаточно просто опять же включить систему и она будет работать но важно понимать я не стал уже тут переводить да важно понимать то что есть моменты которые не касаются серверов есть моменты которые касаются непосредственно архитектуре приложений у Microsoft есть очень большой подробный документ который касается архитектуры решений с геоданными особенно это касается сиквел сервера а не Cosmos DB если вы используете Cosmos DB там все немного легче и проще но все равно вам нужно знать какой сценарий например бизнес continuity с минимальным дата тайм временем простое или бизнес continuity с максимальным сохранением данных в случае аварии либо же без потери данных вообще и так далее все эти сценарии отдельно описаны и они должны быть отдельно учтены не только при проектировании инфраструктуры как вы видите здесь много чего связано с инфраструктурой здесь и то что называется трафик менеджер здесь и днс здесь и точки доступа и контроллеры ридврайта и прочие 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 вещи это все должно быть учтено при проектировании самого приложения каким образом приложение будет знать кто сейчас как и почему отвечает за соответствующие данные с экономием времени и еще раз напомню что Azure Backup и Azure Site Recovery дополнительные вещи но очень важно понимать что поверх хранилищ у Backup трафик менеджер тоже есть и присутствуют опции второго региона они могут быть изменены только один раз при начале перед первым Backup после первого Backup такие вещи не меняются тут пишут шаринг экрана убежал ну не знаю все видят экран все есть отлично спасибо 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 уже сказали уже сказали у меня сейчас руку оторвут спасибо за бдительность 4G 5G и коронавирус или выбирайте или коронавирус или 5G что там или и то и другое вот шутка шутка обратите внимание это может быть настроено один раз но после того как вы настроили у вас появляется у Backup великолепная опция это Primary Region это Secondary Region обратите внимание в Primary Region у меня есть еще чего добавить Secondary Region все равно является только вторичным поэтому я вижу в Secondary Region только две записи о тех машинах которые сделаны при этом я буду видеть доступности при этом я буду видеть латентности я буду знать что чем отличается этот бэкап от предыдущего бэкапа и прочие прочие вещи еще раз мы работаем сейчас в Secondary Region сам процесс восстановления и сам процесс настройки при этом будет абсолютно одинаковый но еще раз если вы вдруг захотите после того как вы уже включили бэкап превратить его в мультирегион это к сожалению не получится при нынешних параметрах и при нынешних настройках Ажура это опять же нюанс но поскольку бэкап позируется на все том же геораспределенном хранилище о котором мы говорили в начале поэтому я вам про него рассказывал здесь это все работает второй момент это настройки тех же самих хранилищ у самих хранилищ их георепликация включается автоматически ну и вы поняли не ну я уже мне уже смешно просто а когда в начале типа заказчик такой мне нужно чтобы это дело в том что еще чтобы вы понимали что уаи норс еще доступен а уи централ чтобы обеспечить там развертывание машин надо писать специальную заявку в микрософт даже если ты компания из уаи и уаи норс тебе уже доступен то есть чтобы создать что-то уаи норс ты сначала пишешь заявку и тебе все разрешают да потом в аи централ ты его даже не видишь пока ты не напишешь следующую заявку ну в общем здесь как вы видите присутствуют эти вещи и можно опять же таким же образом контролировать это при условии если вы создаете геораспределенное хранилище при создании сториджа и дальше можете с ним работать как надо это это что касается да типов вот можно поменять read-only понятно это что касается именно доступности данных и надежность вопросы ну если вопросов нет последняя часть мажорезонского балета Azure Monitor и все что касается мониторинга и так есть вот знаете когда открываешь так чтобы было понятно когда вы открываете где-либо такую вещь как монитор он выглядит куцым непонятным страшненьким и ненужненьким в реальности вот то как сделан интерфейс и то что делает монитор это две большие разницы то есть вся информация все что собирает система это и есть Azure Monitor это вот общая назва не та вот часть которая тоже называется Azure Monitor а сама подсистема ажура называющаяся Azure Monitor это вещь которая собирает данные отовсюду начиная с тенента и заканчивая вашими собственными источниками данных вы туда их можете вписывать да которая хранит обрабатывает это все дело и дальше интерпретирует это все дело на какие либо дополнительные источники например вот как здесь указано тот же Analytics Log Analytics и тому подобное то есть мы собираем метрики мы собираем логи мы собираем данные сториджи мы собираем хаб ивенты и прочее 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 все это раскидываем потом по нужным нам подсистемам да обеспечив вам возможность увидеть правильные вещи а именно метрики журналы и трассировки как под часть метрики журналов события которые дальше выдавливаются но они чаще всего требуют дополнительной настройки поэтому хаб ивент такой плюс-минус например то что мы видели как Virtual Machine Insights это Diagnostic Extension это Log Analytics Agent это Dependency Agent как вы видите тот же Log Analytics Agent и Dependency Agent пишет все логи Diagnostic Extension записывает метрики записывает в Storage все что попало плохо под руку и кидает какие-то ивенты которые вам могут пригодиться например старт-стоп виртуальной машины и прочее прочее вещи это то что касается Azure Monitor поверх Azure Monitor работает все остальное самая главная часть которая вам понадобится и как минимум вы ее будете использовать хотя бы один раз это оповещение которое называется Azure Alert идея Azure Alert состоит в том что исходя из каких-то информационных источников для какого-то ресурса вы можете создавать уведомления и реагировать на них каким-то образом запускать что-то отправлять ваши имейлы отправлять уведомления не имейлы да то есть там всплывающие аннотации в портале или на мобильном телефоне и так далее все это можно делать да то есть эти группы так называемых действий можно придумать каким угодно образом исходя из того что там где-то произошло что-то соответствующее этим параметрам и вылилось вот в это как минимум одно уведомление должно быть настроено по-любому в любом вашем сервисе что имеется в виду это сервис хелс сервис хелс это штука позволяющая вам узнать вообще что происходит с системой какие сервисы у вас работают кто за это все отвечает и куда бежать то есть поверьте мне если вы действительно собираетесь обслуживать ажур это очень поможет до особенно если это как это вы в подчиненном положении до звонка заказчика или звонка руководителя что все пропало вы уже будете знать и сленцой такой да-да-да я уже позвонил в микрософт да-да-да уже работает да это есть вот тот самый сервис хелс но чтобы не заморачиваться с сервис хелсом давайте посмотрим где тут у меня большой сервис хелс есть вот здесь у меня есть офигительно большой а это я вслух сказал сервис хелс вот что служба сервис хелс сдохла а не вот да вот вы видите соответствующие сообщения об ошибках уведомления об ошибках и прочее и можете настроить такие уведомления для себя как вы видите такая такой-то сервис такие-то службы такой-то регион чтобы быть готовым да глобальные тоже службы надо не забыть так где у нас у нас же раньше были что уже нет глобальных ну и ладно а есть как есть глобальные службы потому что некоторые службы не относятся к регион например актив дарик сообщения любое любое катастрофические события вот у меня как вы видите уведомления для людей эти люди пишут пишут о том что овнеры все подписки в данном случае получат сообщения в случае если что еще будет отправлено такая-то вещь и так далее и тому подобное можно добавить дополнительные экшены которые позволят мне что-то сделать например экшен давайте вернемся к монитору понятно да вот он должен быть всегда вот такая вот такое уведомление ну вот видите вот как оно живет потихонечку за последнее время сколько ошибочек и тому подобное такое такое сообщение ну вот видите я тут столько напихал сообщение это просто для того чтобы контролировать систему да health degradated вот он это вот такой имейл придет health degradated придет мне придет владельцу я знаю да то есть ресурсов и прочее ну то есть я рискую конечно но с другой стороны опять же да обратите внимание например правильный алерт правильный алерт говорит о том что у меня есть application gateway этот application gateway привязан заметьте специальном динамическом режиме так называемом это значит что включается лоханалитика и это лоханалитика в течение 5 минут оценивает каждые 5 минут оценивает проблемы связанные с количеством одновременных подключений в секунду то есть вот вы их видите да и это количество подключений в секунду в динамическом то есть я не ставлю какую-то статическую цифру я говорю смотри если выше чем среднее по сезону за это время за этот день за эту неделю за этот месяц и тому подобное ты мне с вероятностью medium это да то есть такое чувствительность medium да звякни и я буду знать что делать я уж как-нибудь без автоматической там службы настройки и тому подобное разберусь как где и чего прореагировать посмотреть кто нас атакует кто куда идет и тому подобное то есть таких опять же как я уже говорил групп вы можете создать много внутри группы вы можете описать не только имейлы но и действия по-хорошему например во втором правиле вот тут например здесь правило простое а нет стоп это шанож вот это здесь правило простое есть так называемый backend health он составляет единицу или 100% если он упал ниже 100% мне приходит сообщение мне не надо динамическое мне надо именно less than one то есть вот здесь я знал что там что-то происходит что-то ломается кто почему и так далее в принципе можно было бы и полечить это дело но мы договорились с их ребятами кто занимается именно софтом бэкэндовским что я лезть в их кухню не буду хотя я мог бы дернуть например automation book которая перезапустит все упавшие бэкэнды ну то есть просто дернуть аппликейшн они там и сами это дело решают но могу почему нет если это достаточно просто то есть дернул упавшие бэкэнды я знаю список какой не отвечает или у которого перформанс маленький дернул перезагрузился и так далее и поехал не хотят не надо но опять же да к чему я это веду к тому что вот такие вот вещи можно прописать можно сконфигурировать можно добавить тем самым управляя происходящими в системе событиями и это очень достаточно легко просто для работы и тому подобное плюс как вы видите например если кто-то удаляет какие-то приложения и тому подобное activity log это тоже может быть настроено и сконфигурено поэтому не стоит рассматривать Azure Alerts как такая что-то простое это реально работоспособный инструмент который позволяет избавиться от кучи головняка вот еще одна часть кстати я потом про нее подумал это в мониторе еще есть диагностика с диагностикой вы можете как вы видите собирать большое количество различных данных ну вот для некоторых вещей диагностика включена поскольку она является критической для моей инфраструктуры как говорится да если для другим не надо то это их проблемы в любом случае я могу включить диагностику на требуемые мне машинки на требуемые мне системы и прочее прочее для того чтобы понимать например SQL Database обратите внимание что мы можем собирать мы можем собирать SQL Insight мы можем собирать диагностику о тюнинге и прочее 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 и отправлять ее куда-то куда например в LOG Analytics и оттуда уже доставать нужные мне штуки или могу отправлять эту диагностику с метриками то есть видите логи и метрики те две части о которых могу отправлять в Azure аккаунт с ретеншеном в определенные в определенные дни или могу отправлять на Event Hub помните я говорил о том что мы можем это делать и принудительно запускать какие-то события которые будут подписаны кто-то вообще там далеки от Ажура например у нас есть проект где Curator стоит у него все данные отсюда через монитор идут на это самое на Curator в вот через такой вот Event Hub то есть вот эти вот вещи мы тоже можем собирать и тоже включать принудительно для того чтобы это дело работало Azure Automation причем здесь Azure Automation к автоматизации и мониторингу все очень просто в Ажуре есть Azure Automation который делает массу вещей вскоре я думаю его разделят на несколько подсистем опять но по умолчанию одна из частей Azure Automation кстати знаете что Azure упал тут на днях Microsoft доказывал что у них все хорошо а клиенты жаловались вот он остановился сетевухи Ажура вот так о чем это я об Azure Automation это вообще не здесь Azure Automation служба Azure которая обратите внимание кроме автоматизации вот он процесс Automation шедд ресурсы и прочие прочие вещи имеет также на борту классную вещь под названием Configuration Management Inventory если вам нужно мониторить и проверять что где как и почему происходит пожалуйста за 24 часа 44 новых приложения было развернуто можно посмотреть что у нас там за софтик живет и не надо никакой System Center ничего работает все само можно посмотреть на файлики которые были собраны System Center для System Center Inventory для вас можно посмотреть на то что было собрано Windows сервисами которые остановлены из критических можно посмотреть Linux демоны можно посмотреть какие у нас есть группы машин можно посмотреть на настройки что собирать Windows Registry Windows файлы Linux файлы можно потянуть куда складывать файлики можно тоже указать сколько минут проверять сервисы которые работали выключились и тому подобное это первая часть Inventory то есть мы берем что-то что есть проверяем смотрим сравниваем и так далее как я уже говорил мы можем использовать как существующие Windows машины помните эту табличку что я говорил так и можем подключать не ажуровские машины ажуровские Windows Linux не варута или не ажуровские машины и втягивать их тоже сюда для того чтобы посмотреть где что почему и как происходит аналогичная вещь это та вещь которая называется Change Management опять же вы видите количество событий что что-то поменялось количество программного обеспечения количество Windows сервисов все отчетики и тому подобное почему их так много и что происходит да потому что я их только вчера поднял машины как раз часть а вот эта часть это Desire State Configuration Desire State Configuration это моя самая большая и любимая радость в ажуре потому что используя Desire State Configuration можно терроризировать клиентов заказчиков подчиненных и тому подобное путем простого скажем так контроля что происходит что такое Desire State Configuration Desire State Configuration в простом самом виде это вот такая вещь как вы видите да Test Config это я так его назвал две ноды две желаемые конфигурации Is Web Server No Web Server Is Web Server ты проверяет Windows фичи и должен быть Is Present Name Web Server все включены True если нет отсутствует имя Windows фичи Web Server эта штука заливается как вы правильно поняли в конфигурацию хотите добавить еще одну конфигурацию загружаем сюда файлик компилируем его потом здесь получаем вот видите он просто оценивает файл и так далее то есть это тот самый язык DSC Desire State Configuration позволяющий нам это дело делать если нам нужно что-то дополнительно проверять обратите внимание сколько всякой хренишки у нас здесь на борту есть и эта хренишка может быть еще подгружена из соответствующих библиотечек вот у нас тут генери модули все это подгружаем для того чтобы потом оно работало то есть это готовые модули которые позволяют например файлы проверить креденшалс проверить да ну смотрите тут что хотите проверяйте юзер креет юзер конфиг проверяем догружаем используем бегаем то есть какой вы скрипт напишите это ваше личное дело можете прямо здесь писать вот он смотрите как красиво давайте выберем чего-нибудь не знаю чего бы компьютер rename как вы думаете стоит его переименовывать почему бы и нет вот windows feature set если вы хотите да next компьютер rename параметр и он выполнит соответствующее переименование компьютера то есть это уже готовый скрипт его даже менять не надо в данном случае параметр компьютер name description credentials которые будут использоваться как run as account для того чтобы выполнить эти помните про azure key vault вот как раз тема для этого дела и я не помню даже пароля туда это смешно сейчас очень смешно и таким вот образом у нас будет новая ну давайте в любом случае что-нибудь введем сюда demo win01 а в винде нельзя вот так description credentials вот подними так компьютер на обум а вы видите мой паспорт прикольно и компьютер rename save and комп я сейчас соберу еще одну конфигурацию вы поняли а за это время возвращаясь к теме за это время мы вернемся сюда что вот это такое это уже скомпилированная и добавленная машинка и это скомпилированная и добавленная машинка показывает нам что она compliant с выбранной конфигурацией выбранная конфигурация была test no web да мы можем выбрать и сказать из веб-сервер теперь в ее задачу будет входить то чтобы проверить да то есть как бы сейчас смотрите появится вот rename pc появилась compliant suspended чего ты suspended это скомпилированная я тебе указал параметры я все ему параметры указал правда нет не все а зачем ты меня тогда просила вот гадюка optional все компилься пусть себе компилиться и так да то есть теперь я переключил поменял конфигурацию я поменял конфигурацию и нода сейчас займется тем что она начнет проверять себя на следующую конфигурацию которую я указал то есть я же потребовал иметь из сервер конфигурацию и как вы видите она будет следующий раз опрошено уже через 15 минут через 15 минут да для того чтобы обеспечить статус то есть теперь будет конфигурация из сервер конфигурации таким образом регулировая вот эту всю DSC конфигурацию мы можем очень и очень вот это вот очень и очень хорошо пробежаться по любой машине и заставить ее работать именно так как нам нужно с Azure VM Insight и Application Insight я думаю все знакомы мы только что уже посмотрели на Azure VM Insight и Application Insight где ты наша радость давайте посмотрим ты скомпилилась о смотрите скомпилилась теперь мы можем эту конфигурацию назначить какой-то машине если хотите если и соответственно она переименует она переименует нужную нам машину в то что будет требоваться то есть нода и assign нода configuration можем вот эту вот сейчас выбрать и так далее кстати закончилось сейчас пентинг окей ладно пендинг нет окей следующая часть мы про них уже говорили как я уже говорил у нас есть две вещи первое это то что называется Application Insight Virtual Machine Insight Virtual Machine Insight мы берем все данные со всех машин путем установки на них агентов скидываем скидываем все эти данные в лоханалитику и это лоханалитика по подготовленным вот то что вы видите сейчас это всего лишь подготовленные скрипты и запросы которые рисуют красивый график они рисуют график для лоханалитики они рисуют для метрик и прочего прочего чего только оно не рисует это уже другой момент давайте посмотрим а ты чего не рисуешься вот а вот вот оно рисует нам например соответствующие графики как вы видите например у нас есть какой-то какая-то операция которая почему-то открыла порт 3389 здесь а помните что это за операция мы с вами настроили нетворк вотчер агента и этот нетворк вотчер агент теперь дергает каждые 30 секундочек и мы можем увидеть даже линки мы можем их увидеть время отклика мы можем увидеть их стабильность трафик и прочие 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 вещи вот здесь вот как как положено да а мы можем посмотреть на перформанс мы можем увидеть это по отдельности для машин ну вот вы видите для каждой из машин вы можете увидеть это все дело в виде группового так сказать чата где собрать необходимое количество виртуальных машин всех да то есть здесь у нас линукс и виндоус вот вы видите статистику 95% да знаете там есть сейчас модно не просто минимум максимум и среднее там 95% куда попадает 90% куда попадает и прочее таким вот образом мы оцениваем полное представление полный вид системы также вернувшись к мэппингу то есть это живая живой коннекшен прямо сейчас мы можем посмотреть детали когда что сейчас оно подгрузит нам все правильно класс все оно нам сейчас покажет детали кто где попросили же две машины вот вам две машины со всем трафиком и так далее это то что называется virtual machine insights фактически еще раз это готовые запросы к тому что три агента пишут влог аналитиков большую базу и готовые настроенные операции application insights еще более суровая штука она показывает все приложение сейчас достаточно немного потому что сегодня суббота 20 запросов в секунду вон приложение себе фигачит 40 пошло можно увидеть количество серверов которые работают поскольку это application приложение можно увидеть количество серверов которые сейчас отвечают за это приложение можно посмотреть application map куда как и почему оно лазит зачем оно это делает с какой скоростью оно это делает кто за это ответит вот как-то так как вы видите красиво правда вот здесь у нас самые большие задержки к базе да но я уже давно им говорил что за базу данных надо убивать ну ну ладно пусть живут 35 миллисекунд это база данных вот с этой стороны лазит с этой стороны 5 инстансов лазят туда-сюда и так далее вот у нас тут кэш в гугл и само приложение еще один кэш twitter API здесь еще с внешней стороны их бомбят availability фичей она такая есть ах не надо было availability вот оно можно посмотреть это дело насколько оно доступно сколько в среднем с каждой точки проходит для до открытия сайта общий показатель то есть за последние 24 часа никаких сбоев приложения не было за последние 7 дней ну конечно там вы видели сколько сайтов под это дело вернее сервисов под это дело работает никаких сбоев не было все это еще закрыто поверх всего прочего аппликейшн гейтвэем и вафом естественно оно будет работать хорошо и стабильно при этом вы можете еще заглянуть в перформанс как это выглядит для 24 часов что вызывается что тормозит что быстро бегает и прочие 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 вещи то есть вот можно опять же увидеть все необходимые операции где как и почему скорость ответа каждой из операций кто виноват общие вещи самое интересное что оно собирает и коллекционирует сбои на каких страницах произошли сбои вот 404 ошибки 500 ошибки если кликнуть на 500 ошибочку то можно увидеть все 500 ошибочки с описанием кода где оно глюкануло и почему оно глюкануло на каких вызовах все это здесь есть это называется правильно это называется application insights то есть принцип работы тот же что у virtual machine insight что у Azure application insight они все пишут в лох аналитику а дальше лох аналитика просто просто у этих больше у application insight разные опции они больше собирают от самого веб приложения поскольку веб приложения репортят больше и все это собирается в лох аналитику и вот мы подходим к самому главному лох аналитика что это такое зачем она нужна кто виноват кто за это ответит и тому подобное идея лох аналитики состоит в том что представьте некий storage который замусорен всем подряд а azure монитор это именно такой вот storage куда сваливается все ну вот просто все да то есть вот бросает 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 и бросает и дальше после того как он бросает 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 и бросает вы можете потом выбирать эти данные лох аналитика это сервис который окучивает соответствующие данные создает из них соответствующие аналитические кубы и предоставляет вам язык куст или kql обеспечивающий вам язык запросов. Язык запросов очень простой. Язык запросов, кстати, очень гибкий. Ну вот можно посмотреть, например, самарайзами. Видите, тут очень легко, допустим, сделать всякие диапазончики, проверочки и прочие-прочие-прочие вещи. Очень хорошо работает, рисует сразу графики, если этого требуется. И обеспечивает вам полный выбор свободы в возможностях работы с системой. Такие вот дела. И далее, правильно, вы подключаетесь к требуемой лох-аналитике. Кстати, она здесь и была, наша требуемая лох-аналитика. К требуемой лох-аналитике и просматриваете, отправляя соответствующие запросы. Как узнать, какие запросы есть? Обратите внимание, например, Azure Metrics. Это то, что собирает Azure Metrics. Сейчас он подтянет все необходимые данные. Это как sample. Все, что у них там есть, это метрики сети. Как вы видите, там unhealthy host и тому подобное. Это представлены в таком виде. С другой же стороны, есть то, что называется Azure Diagnostic, который представляет из себя огромную, как я уже говорил, кубик-таблицу, где некоторые поля могут совпадать даже по именам, только изменяясь между большими и маленькими буквами. Это вот вторая часть. Это наша диагностика. Используя те самые запросы и тому подобное, мы можем посмотреть, где, что и как происходит. Например, посмотреть количество атак. Поскольку я сижу сейчас на WAF, можно посмотреть вот таким вот образом за последние два часа count, которые были заблокированы, различные типы операций. И мы их можем не просто так, а еще сказать, что мы хотим отрендерить это в column... не, давайте в барчарт. Вот, пожалуйста. То есть за последние два часа заблокировано 72 атаки на root. Дальше непонятные... А, на документы, да? Непонятные, как вы видите, попытки прислать какую-то хреньюшку и прочие-прочие-прочие-прочие-прочие вещи. Bitcoin wallet. Слушайте, как оно... Ну, то есть, как бы кто-то запускает те или иные системы сканирования и прочее, и оно генерирует соответствующие моменты вот здесь. Это, опять же, самый простой пример лох-аналитики, которая позволяет вам count by client... Вот, видите, тут, помните, я говорил два IP. Client IP. Одно и второе. Давайте под этот client IP. По-моему, этот. Да. Ну, вот можно посмотреть, с каких IP-адресов пытались что-то делать за последние два часа. Давайте за 24 часа. Я думаю, их будет побольше и поинтереснее. Опять же, да. Вот же настырные люди-то, а? И ломятся, и ломятся. Уже отбили и тому подобное. Идея, да, то есть, как бы, то, о чем я говорю. Вы получаете в руки, то есть, все, что залито в лох-аналитику. Почему? Помните, при диагностике я включал-выключал там различные вещи. Я говорю, лох-аналитика лучше всего. После этого у вас есть сервер. Лох-аналитика представляет из себя воркспейсы. Вы можете разделять их, да. Не надо напихивать все данные в одну вещь. Вы можете их разделять. Вы можете писать разные данные в разные лох-аналитику. И дальше анализировать, уже исходя из подобных вещей, соответствующие логи. Вы можете в лох-аналитику подключать то, что называется solution. Тем самым, вот вы видите, что включено сейчас. Тем самым оно будет анализировать, исходя именно из вот таких вот данных, из таких вот кубиков и прочих вещей. Что оно работает, как оно работает, и кто в этом виноват. Это лох-аналитика, да. Ну и последняя вещь. Через API. Лох-аналитика доступна через API. И это самый, честно говоря, удобный момент. Почему? Потому что вы видели лох-аналитику в виде вот таких вот запросов. Кстати, эти запросы могут быть использованы в алертах. То есть, если вы создаете какое-то уведомление, вы можете запросить, написать запрос, и запросить какие-то данные, и потом реагировать на них. Но, например, если у вас не один запрос, а несколько, да, сложная логика, и вам нужно спросить это, 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 и потом подвести результат, вам нужно либо делать это вот таким вот образом вручную, либо через какой-то скрипт. Этот какой-то скрипт и называется API-овскими запросами. Да. Очень часто нужно для других вещей, да. То есть, типа, анализ состояния машин перед тем, как что-то с ними сделать, да. Установить обновления и прочее, прочее, прочее. Отчетно. Сгенерировать отчет. То есть, да, вы можете сгенерировать отчет вот здесь вот. Зайти в нашу лох-аналитику, зайти в наши логи, посмотреть. Вот, кстати, это одна из проблем, что оно не помнит, оно помнит не со стороны лох-аналитики, какой лох подключен, а оно помнит со стороны этого сервиса, который я вызывал. То есть, если я вызывал вот это отсюда, вот history у меня отсюда, да, пришло там, например, что-то там смотрели. Макос. Вот, вот, пишет, приветствую. Вот люди уже, мы уже уходим, но спасибо, что зашли. Вот, да, то есть можно увидеть вот такой запрос. Что дальше с ним, да? Можно его даже в графике сделать. Кто будет им заниматься? Кто будет это дело каждый раз экспортировать? Кто будет анализировать? Кто будет настраивать? И прочие, прочие, прочие вещи. То есть, много слишком вопросов, скажем так, для нормальной работы. А используя API, вы это все можете построить в автоматическом режиме, получать все необходимые вещи и так далее. Для PowerShell это вообще не вопрос. Для PowerShell вы просто-напросто берете параметры Tenant ID, Application Registration, Workplace ID и SendGrid. Я расскажу, зачем он. Для отправки. Собственно говоря, помните, я рассказывал про Application Registration? Вот здесь оно и пляшет. У меня есть такой черновой скриптик, вычищенный, да? Вы просто запускаете его с соответствующими параметрами. Этот скриптик после этого, как описано, проходит аутентификацию в службе лоханалитики. Вот вы ее видите. Вот это запрос на службу аутентификации. InVosed REST метод с подготовленным body и с подготовленным URL. Все. Вы отправили. Погнала система работать. Без каких-либо проблем. А после чего вы что делаете? Вы создаете кусту запросы. Вот они. Видите? Обыкновенный запрос, записанный в одну строчку. И, соответственно, строка вызова и самого API. Вызываете этот API. Вот он у меня в виде функции. Эта функция строит из вот такого мусора массив, объект массива многомерного PowerShell, который потом легко разбирается через цикл. Вот вы видите там, да? Взять из массива поле называется Outbound with slot. Я его так и беру, да? Поле называется Inbound with slot. Я его так и беру. И так далее. Я получаю все данные. А дальше все вот эти вот это просто формирование HTML кода письма. HTML код письма формируется. Потом этот HTML код еще А, еще KSV код формируется. Их два тут. KSV файлик формируется. Его энкодим в текст и получаем готовый материал для вызова с последнего API, который отправляет письмо. Собственно говоря, вот вы видите это еще один вызов. Это еще один вызов. Это много статистики собирает. Вот вы видите подготовку поля для SendGrid'а. Механизмы отправки через Azure через SMTP. Вот для SendGrid'а. Подготовку всех полей. Подготовку body письма. Вставку тех массивов текста, которые мне требовались в виде куска файл, name и content. Вызов. И письмо ушло. Как это проверить? У меня есть нечищенная версия. Надеюсь, она не уйдет клиентам, а то они испугаются. вот это вот она. У меня есть нечищенная версия. И отправляю. Заметьте, никакой операции по подготовке работы с Azure я не произвожу. Я не логинюсь никуда. Я ничего не делаю. Я вообще как бы вот просто запустил скрипт и работаю. Потому что вызов происходит не через ажуровские функции, а через соответствующий API самой системы. Все. Оно пошло. Чтобы показать вам что-то более наглядное, оно сейчас мне должно прийти почтой. Чтобы показать что-нибудь более наглядное, сейчас заглянем. Где мой Outlook? Кто видит Outlook? Вот мой Outlook. Так. Оно должно должно прийти сюда. Еще не пришло, значит, скорее всего в какой-нибудь спам. Где спам? Это удаленная нежелательная почта. нет. Нет. А где оно может быть? Сколько всякой гадости шлет. Диета. Оно, в общем, оно придет. Проверим чуть позже. Параллельно, так, чтобы более наглядно показать, у меня есть другой скрипт. У меня есть другой скрипт, который работает на предмет вот, вы видите, да, это то, что называется репликациями. то есть система проверяет статус Azure Site Recovery, репликации, проверяет время RPO, вы видите, вот тут большую часть, ну, почти большая часть, хорошее RPO, меньше полутора минут, выше полутора минут, и заказчик сказал, что если RPO выше пяти минут, то это для них критично, но мы ничего поделать не можем, если только заказчик не согласится расширить канал, но пока не соглашается, и можно вот таким вот образом отследить. Этот скрипт опять же обращается, я не логинюсь к заказчику, ничего, он использует у заказчика вот тут самые Application Registration, о котором мы начали говорить в начале, именно этот код требуется с ключом, для того, чтобы можно было бы подключиться непосредственно к LOG-аналитике к сервисам через API и выполнять, то есть мне не нужно ни ажуровской библиотеки здесь, ничего, это все стандартные, то есть если вы посмотрите, никакой операции в виде AZ не присутствует, а, ну присутствует, что нужно добавить эту штуку, дальше, это фиксы, это фиксы, это фиксы, это в случае, если Azure Automation используется, это разные фиксы, но в любом случае, как вы видите, конкретных именно запросов повершеловских в Ажуре не присутствует от слова вообще, сейчас она поспит еще пару минуток и отрисует нам следующую вещь, и того, да, то есть как бы, как я уже сказал, этот скрипт полностью универсальный, работать может, как там, Azure Automation с расписаниями, можно его повесить на вебхуки и дергать его по необходимости для получения информации, можно его повесить на алерты и тоже дергать его по расписанию, таким вот образом оно будет работать абсолютно хорошо и радостно в системе, так, а кстати, пришло ли этот самый, можно сделать как Azure Function, то есть по таймеру или опять же по привязке HTTP, или через те же алерты дергать его снова, вызывать через Cloud Shell, либо через другие, то есть я опять же вызываю его через обычный Shell без всяких на то, а сколько я там секунд поставил, где моя вторая картинка, что-то он заснул, вызывать его снова, снова и снова, да, давайте глянем пришел или не пришел, он должен прийти сюда, а, пришел, вот он, вот смотрите, приехала, да, via SendGrid, можно увидеть трафик, утилизация трафика в канале ExpressRoad, куда добраться достаточно проблематично, можно увидеть последние 12 часов в утилизации трафика, что никто ничего по нему не использовал, можно посмотреть CSV файлики как есть, а можно, поскольку просили, а, это же не показывает, открыть замечательный файл, почему там, почему там столько HTML, а что они работают, Save Us в Documents, вот, так, Save Us, Documents, вот, а что, как это FileNotFound, почему FileNotFound, HTML, все правильно, где, окей, не хочет через этот, откроем через чего, Microsoft Edge, о, видите, даже график рисует, то есть, таким образом, можно отправлять заказчику, что угодно, как угодно, это график, HTML, как угодно и в любом виде, поэтому, вот, для работы именно с API мы используем нисколько лоханые, хотя это тоже, там, для исследования, для проведения каких-то текущих вещей, но, когда идет речь о постоянном методичном использовании, такой вот API является очень и очень классной штукой для дальнейшей работы. Ну, и, как я обещал, через 3 часа, большое спасибо за внимание, не забывайте подписываться на канал, посмотреть предыдущее видео и прочее, то есть, не забывайте обращаться в компанию MOOC, я думаю, что мы в следующий раз расскажем больше уже сейловых вещей по работе, что, где, как и почему продавать и тому подобное, чтобы, может, заинтересовать заказчиков с Ажуром, рядом с Ажуром и прочие, прочие, прочие вещи, ну и спасибо, что зашли, вопросики, вот, ну что, да, всего доброго и не забывайте про эксперимент, вдруг кто хочет попробовать свои силы в том, что рассказали, эта часть действительно попадает в собеседование, ну и вот мои контакты, если требуется, обращайтесь, смотрите, подписывайтесь по Ажур Аз900, вот целая тема присутствует, такая, то есть это, ну не целая, там 13 серий и другие доклады тоже есть, тут спрашивали, дам ли я скрипт, ну напишите мне, то есть добавляйтесь в LinkedIn, договоримся за скрипт, потому что это, скрипт, можно сказать, решает, как это, задачи половины отдела IT, если вы работаете с Ажуром. Ну и большое спасибо компании Мук за предоставленную сцену. Все, всем хорошего!